Всем привет! Вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения, он называется Welcome Europe, и собственно мы одно из медиа о Евровидении. И вот через месяц мы уже поедем на сам конкурс, будем про него рассказывать. А это значит, что пришло время говорить и о других медиа Евровидении, и о том, как Европейский учительный союз последовательно на протяжении многих лет поджимал медиа под себя, перенимал их функции, и собственно, что они из себя представляют сегодня, насколько вообще сайты, блоги, насколько это вообще актуально и нужно в 2024 году. Об этом мы обо всем поговорим. Нужен ли вообще наш подкаст? Или EBU тоже возьмет свои функции и будет рассказывать о конкурсе, так как это делаем мы? Не знаю, сомневаюсь. В любом случае, я не думаю, что мы с тобой останемся без работы. Мы — это я, Дима Нарсфрам, и ты... Меня зовут Евгений Игнатьев, also known as Junia. И перед тем, как мы расскажем про то, что сначала они пришли за коммунистами, потом они пришли за мной, вот какая интересная отсылочка. Начинаем вот таким образом наш эпизод. Я хочу вам напомнить, что если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать наш подкаст, вы это можете сделать следующим образом. Вы можете рассказать о нем своим друзьям, знакомым и членам семьи. Вы можете подписаться на нас на YouTube, или в Spotify, или в Apple подкастах, или еще где-либо, где вы слушаете нас. Везде будет хорошо. Вы можете оставить нам комментарии, отзывы, поставить лайки и так далее. И, конечно же, этот выпуск, как и все выпуски нашего подкаста, выходит при поддержке таких прекрасных людей, как Аркадий Степанов, Олег Гуменюк, Андрей Лептанский, Владимир Мухамедчин, Алексей Лебедев, Семен Тимошенко, Руслан Байкетин, Андрей Тимчук, Максим Гойнаш, Эрик Уорлд и многие-многие другие подписчики наших Бусти и нашего Патреона, которые нам помогают выживать в этом сложном и жестоком мире, как независимому медля. Да, независимого от ЭБЮ. Вдруг идет большая злая компания, корпорация и захочет выкупить наш подкаст. Возможно, ты знаешь, я расскажу смешные истории чуть позже, мне сейчас пришло в голову, вот буквально несколько секунд, и мы наконец-то узнаем, как мы с тобой заработаем денег на тур в Китай с серийной командой. Отсылки, мета, я такая пост-пост, я такая мета-мета, как пела одна небезызвестная певица. Ладно, у нас выпуск не про певицы, у нас выпуск про других людей, которые зарабатывают ртом. Да, сегодня мы будем говорить о том, как Европейский Вещательный Союз пожирает огромное количество медиа. Ну, конечно, не все, но здесь хочется сделать такую интересную подводку, которую я анонсировал в интро. Если вы скипаете интро, то вы очень многое теряете. Если вы скипаете аутро, то вы тоже очень многое теряете в нашем подкасте. Понимаете, я хотел сказать, что на протяжении последних лет мне как минимум дважды приходило сообщение, когда канал Евровидения и Телеграм хотели купить. То есть вот у меня есть этот ресурс, он был создан в 2018 году, когда он был создан, никаких каналов про Евровидение не было в Телеграме. Да и Телеграмом пользовались не настолько много людей, как это сейчас происходит. Да, это правда. Ну, хотя в 2018 году уже были митинги, если ты помнишь, была такая история, когда в России заблокировали Телеграм, это был как раз 2018 год, очень эффективно заблокировали, в кавычках. Это было настолько давно, окей, мне показалось, что это 2019-2020 был. Это был май 2020, ну, в 2020 никаких митингов не могло быть, потому что был коронавирус и прочее, прочее. Ну, в некоторых странах это никого не останавливало. В некоторых странах просто не было коронавируса. Вот, а в... да ладно, в 2020 году, слушай, если мы так вспомним, в 2020 год, там, пожалуйста, и Black Lives Matter, и польские митинги против запрета абортов. Это много чего было в 2020 году, несмотря на все. Но, тем не менее, мы не об этом, мы опять сейчас уходим в нашу любимую стезю. Это было в 2018 году, и я тогда был очень рад, что вот как-то занимается ниша, которая никем за этого была не занята. И, собственно, я помню точно, что мне летом 2022 года предлагали купить... чтобы кто-то купил, и я продал аккаунт. И мне предлагали буквально вот в марте этого года. И если в марте 2022 года, как ты думаешь, за сколько мне предлагали продать... Давай скажем так. Поскольку мы... тебе очень сложно ориентироваться, наверное, в российских рублях. Мы с этими людьми, которые живем сейчас в еврозоне, нам очень сложно ориентироваться. Мне всегда было очень сложно ориентироваться в российских рублях вообще. Да, да, да. Поэтому давай мы будем говорить в евро. Итак, как думаешь, за сколько в евро хотели в 2022 году купить канал еврейный Телеграм? В 2022 году, да? А сколько было тогда подписчиков? Мне нужна такая наводящая информация. Я думаю, где-то тысяч пять, что-то типа такого. Но я знаю, что в Телеграме каналы... Один подписчик в канале, скажем так, стоит побольше, чем в других социальных сетях. Это еще зависит от того, насколько действительно канал активный, потому что тот канал, который вот в Телеге, он очень активный. То есть там шесть, сейчас где-то шесть, семьсот подписчиков, и каждый пост собирает три плюс тысяч просмотров. То есть как бы... И когда ты делаешь, например, опросы, ты видишь, что опросы по дуэлям в Телеграме собирают больше голосов, чем в ВК. ВК-390. Да, ВК почти 300 тысяч, Телеге 6,5, что как бы понятно, да? То есть в Телеге совершенно другое качество аудитория, это настоящая живая аудитория. Вот, поэтому, ну, подозреваю каких-нибудь от пятиста до семисот, может быть, не знаю. Евро, да, получается. А по тем деньгам получалось тысяча евро. Даже тысяча, окей. Да, тысяча евро. То есть мне предложили что-то типа шестьдесят, шестьдесят пять тысяч рублей тогда за тот канал. И на тот момент это был тысяча евро, потому что тот момент, когда я готовился к переезду, я думал, хм, много ли я как бы получу профитов от того, что я про данный канал. На самом деле, я, конечно, никогда всерьез не задумался о том, чтобы дать такую ресурсу, потому что я, как человек, который знает, что я вспоминаю сериал «Карточный домик», если вы смотрели когда-нибудь сериал «Хаус оф кардс», я очень советую. Это один из моих самых любимых сериалов, только не последние два сезона. А вот первые четыре — это очень классно. И, по-моему, во второй серии персонаж Кевина на спейсе, который Фрэнк Андервуд говорит о том, что, знаешь, деньги — это... Я сейчас засловный цитат не воспроизведу. Деньги — это деньги. А вот власть — это то, что строится на века. Это то, что вот как бы вот... Медиа — это власть, и это возможности влиять, контролировать информацию, пропускать потоки информации через ресурс, возможность манипулировать людьми. Боже мой, что я говорю? Зачем я раскрываю абсолютно все карты? Вот ты и попался, в очередной раз ты показал... Ну, кстати, в этот раз ты показал, что ты не мишкотильный, а... Наоборот, скорее... Немножко у тебя другие ценности оказались в этом повороте. Да, то есть для меня деньги — это не главное. То есть я понимаю, что есть вещи, которые намного важнее, чем деньги. Говорят люди, которые в каждом пиесоте говорят, подписывайтесь на наш Patreon, наш Бустя. Ссылки в описании. Ссылки в описании. Кстати, подписывайтесь на наш Patreon, наш Бустя. Но как бы я понимаю, что... Ну, камон, камон, канал про евро. Кому я буду его отдавать? Ну, плюс я еще знаю, что все эти люди, понимаешь, одно дело — это когда ты... Скорее всего, они бы его купили, и в итоге бы этот канал потерял всю свою аудиторию, потому что... Да, и сменили бы тематику, да? И вот это вот самая большая проблема, потому что если бы я знал, что я кому-то продаю телеканал... Я не продаю телеканал, хотя хотелось бы иметь телеканал, продавать — нет. Я никому не отдавал канал, просто понимал, что обычно это же люди, которые хотят купить, не хотят взять и, знаешь, сменить там немного редакционную политику, и, я не знаю, как в 2001 году НТВ как телеканал, да, там захватили. Это же не то же самое, да, просто вот был канал про евро, сменился собственник, и это продолжает быть канал про евро, просто может быть немножко с другим подходом. Это же не так. Это просто... Я подозряю, что кто-то бы купил канал про евро и переделал бы его в канал про музыку, либо про свой личный канал, люди стали бы подписываться... Про NFT какие-нибудь еще? Да-да-да, все бы начали отписываться, камон, в общем, все это быстро бы загнулось, я понимаю, что нет, я не для этого пять лет, как бы, это все дело создавал, для того, чтобы кто-то пришел, заплатил мне какое-то количество денег, и все это порушилось. Месячную зарплату. Не давай, не будем сейчас раскрывать свои карты, но скажем так, я считаю, что да, что ту сумму, которую предлагали, была не объективной, назовем это так. Вот в марте этого года мне предложили уже другую сумму, а как ты думаешь, сколько мне в этот раз предложили за канал? Ну, сейчас, насколько я помню, потому что я не подписан на этот канал, простите меня, пожалуйста. Молодец! Да, но там, я иногда в него захожу, там, насколько я знаю, где-то 7 тысяч человек сейчас. Около того, и учитывая, что скоро будет евросезон, я могу сказать, что я думаю, что в момент финала евро будет 8,5-9 тысяч где-то. И причем это очень активные люди, то есть я замечал, да, и на подкаст гораздо больше реагируют в Телеграме, чем в ВКонтакте. Да-да-да, Телеграм очень активный, прямо это, ну, просто те, кто не знает, как бы канал, не канал, а группа ВКонтакте, она как бы наша, но не совсем, она очень старая, и она создана вообще другими людьми, скажем так. Это вот тот случай, который я описал до этого, когда произошла не смена собственника, но смена редакционной команды, назовем так это, да, то есть некоторые люди остались с прошлого, но некоторые люди пришли потом. То в Телеграме совершенно другая история, это канал, который как бы создан мной, поэтому здесь никакого, никакой смены собственника не произошло, и если вы не предложите какие-то очень хорошие деньги, то и не планируется. Но мы, я готов обсудить предложение, потому что, нет, слушай, когда мне такие сообщения пишут, я никогда не говорю, нет, я всегда пишу, сколько, потому что когда пишут, они говорят, я хочу купить ваш канал, и я никогда не говорю ему, типа он не продается, я в следующий вопрос говорю, сколько, потому что я же не знаю, что человек предложит, потому что он скажет 10 тысяч евро, как бы за 10 тысяч евро можно, знаешь, эти деньги взять и создать новый канал, и как бы, и все остаются в профите, но никто такие суммы не предлагает, как ты думаешь, сколько вот предложили месяц назад за канал? Ну, значит, полторы тысячи евро, условно. Ты близок больше, 1700, но в рублях это 170 тысяч, то есть было 60, стало 170. То есть фактически в рублях три раза выросла ставка, в евро не в три, ну, давай скажем, в два, вот, потому что рубль не является очень стабильной валютой, вот, поэтому тоже несколько это изменилось. Ну, конечно, я всем сказал, нет, идите куда подальше, вот, потому что, ну, правда, есть вещи, которые важнее, чем, как бы, влияние над умами людей намного важнее, чем какие-то грязные зеленые бумажки, вот. А в России разве зеленые куперы? Я не про рубли, вот, но грязная зеленая американская бумажка, да, вот продали все. Короче говоря. Интересное вступление получилось. Да, к чему такое вступление? К тому, что Европейский Общательный Союз действительно, я не думаю, они действуют другим способом, они действуют, ты знаешь, как-то у нас обычно комплементарные по отношению к обею эпизоды, я думаю, пора компенсировать. Да, они делают, ну, они максимально пытаются получить профит от всего этого трафика, который идет за счет интереса к Евровидению, что, в принципе... Я не хочу сказать, что они занимаются рейдерским захватом, я не хочу сказать, что они занимаются этим. Нет, они скорее просто максимализируют вот свои потенциальные какие-то профиты. Да, они просто закрывают доступ к тому, ну, как бы, они перекрывают воздух, то есть они... это не рейдерский захват, они не, не знаю, это не какой-то не рэкет, они таким не занимаются, то есть у них методы не как в 90-е годы, но у них другие интересные методы, то есть практически они просто перекрывают кислород, и у медиа становится меньше ресурсов. Но это вопрос, опять же, это хороший вопрос, что, на самом деле, медиа... Мне кажется, что не ресурсов, а скорее источников. Источников для контента у них меньше становится. И за счет этого ресурсы тоже уменьшаются, потому что интерес публики гораздо меньше. Но здесь нужно поговорить о том, что, например, на наш подкаст никак не влияет, потому что при желании наш подкаст мог бы быть не обязательно лишь подкастом. Делаем такие интересные намеки на будущее. Да, вот, все как-то давным-давно, еще в выпуске про... Когда мы отмечали три года нашему подкасту, хотел я там сделать анонс, в итоге сказал, не скажу. Вот такие маленькие анонсики будут пробегать потихонечку, но... Был еще один выпуск OnlyFans, о котором мы записывали осенью. Да, ну, в общем говоря, наш подкаст, он мог быть не чисто подкастом, это мог какой-то быть более медиа-ресурс, если бы, например, знаешь, есть люди, которые больше любят говорить, есть люди, которые больше любят видео монтировать, есть те, кто любят, не знаю, писать, есть люди, которые, правда, у них не очень с говорением, они любят писать. Я могу писать, но мне так лень, это моя основная проблема. И если бы наш ресурс, если бы все, что мы делали, делали просто в ресурсе, я не думаю, что... Мне понравилось, как я сказал, в ресурсе, ты знаешь, мне в голову вот это вот видео с Еленой Блиновской. Флэшбэк, я во флэшбэке. Так, у меня флэшбэк, сори, я во флэшбэке. Флэшбэк у меня в голове. Я не знаю, кто эта чудесная женщина, но... Я тебе рассказывал про это в Вильнюсе в прошлом году, в мае, я тебе рассказывал, кто такая Елена Блиновская, я тебе рассказывал про флэшбэк, я тебе показывал это видео, ты ничего не запомнил. Ну ладно, кто понял, тот поймет. Ну вот мы, я в ресурсе. В ресурсе, господи. Пожалуйста, я не живу в русскоязычной среде, простите, пожалуйста. Как бы там ни было, я думаю, что наш подкаст лично от перекрывания кислорода Европейским вещественным союзом никак от этого не страдает, потому что мы все равно находим тем, что... То, что мы делаем, во-первых, на русском языке мы это делаем, а Европейский вещественный союз все-таки делает все на английском в основном. А во-вторых, Европейский вещественный союз просто не делает того, что делаем мы. Да, то есть у них нет возможности как-то нам перекрыть воздух просто потому, что, ну, вряд ли кто-то в Европейском вещественном союзе придет такой и скажет, давайте-ка мы сделаем подкаст про Евровидение, но не про песню. То есть что на самом деле Европейский вещественный союз перекрывает, если мы вот так вот попробуем обсудить? Доступ к репетиции. Да. Это 100%. Причем это относительно недавно началось на самом деле. То есть это вот 17-18 годы. Ты так сказал сейчас относительно недавно, и некоторые наши слушатели сказали, ты чё, с дуба рухнул? Опять полезу это. Какое относительно недавно. Ты знаешь, это как я сейчас, тоже мне недавно попалось с этого сочетания, типа кто-то там написал Old Voting System, и я такой, мы уже, понимаешь, прошло столько лет, что люди называют новую систему голосований, не новую систему, они называют ее не новой, они называют ее просто систему голосования. Да, нынешняя, да? То есть для меня... Не, ну мы обычно тоже говорим, что нынешняя. Ну мы тоже говорим, что система... Ну понятно, что это уже просто как-то иногда мозг переклинивает, ты такой, новая система голосований. Я говорю, почему, какая я старая? Нет никакой старой, есть система голосования, есть новая система голосования. Ну понятно, что это немножко не так уже работает. Поэтому да. Ты чё, с дуба рухнул, какой недавно? Вообще, да, мы когда летом пересматривали старые конкурсы десятых, то там были люди, которые типа, а, вот как раньше объявляли результаты, и мы такие, окей, спасибо, спасибо. Да, почувствуй себя ветераном. Твоя любимая история. Вот, то есть у них идет прикрытие информации, доступа, ну то есть к тому контенту, который происходит во время евро, ограничивается доступ, ну пресс-центр тоже. Пресс-центр раньше открывался, то есть вот первая репетиция идет, всё, пожалуйста. Сейчас они ограничили доступ к пресс-центру, он вообще откроется. Сначала, насколько я помню, они первым репетициям закрыли доступ, а потом ещё и ко вторым. И ко вторым закрыли доступ. Потом это было так. Потом они в итоге убрали, в этом году они же, по-моему, это сделали, или в прошлом, или в этом, они убрали вообще трансляцию репетиций в пресс-центре. То есть раньше... Вот я расскажу про это чуть попозже, когда мы дойдем, потому что это технический момент, и я расскажу, тоже одна из причин, почему записываем этот эпизод, потому что хочется поделиться, я думаю, многим интересно, как вообще работает пресс-центр. И, по крайней мере, онлайн. Я могу рассказать, мне даже... Я тоже могу рассказать. Это тоже можешь рассказать, ты тоже был в онлайн-пресс-центре. Вот. И это тоже, на самом деле, такое новое нововведение. Онлайн-пресс-центр будет только четвертый год, потому что он будет с ковида. Да. Да, до 21-го года, ну, потому что оффлайн, как бы, тоже медиа практически не было в 21-м году, понятно, по каким причинам, вот. Но с 22-го года уже все плюс-минус стандартно проходит. Но, тем не менее, онлайн-пресс-центр они все равно оставили, доступ есть. Но какой в нем смысл? Хороший вопрос, на самом деле. То есть там практически ничего, кроме трансляции генеральных репетиций, не происходит. Ну, окей. Плюс, что они еще ограничивают? Наверное, соответственно, если меньше доступа пресс-центра, меньше возможности брать интервью у исполнителей, то здесь, наверное, перекрывается каким-то образом контент. Что они еще делают? Они ограничивают, ну, как, на самом деле, перекрывая доступ к репетициям, они, они же не просто перекрывают, чтобы вообще никто ничего не видел, они монополизируют конкретно вот этот эксклюзивный контент. Это, в первую очередь, почему они это делают? Чтобы как можно больше людей в итоге приходили на канал Евровидения и смотрели отрывки с репетиций там. Или в ТикТок Евровидения тоже, про это надо сказать. Я думаю, что одна, вот я представлю, как ИБЮ на самом деле кусает губы, когда в 2021 году, помнишь, Виви Блокс залили видео с Моноскин, там вот эти вот хорошее видео, еще что-то. Виви Джам. И представь, если бы, да-да-да, представь, если бы это все, ну, ИБЮ, они же тогда, ну, как бы, 21 год, это все уже происходило. Они делали вот это, Юриджен Агент проводился, да, и они тоже делали какие-то хоум-пати, и все это делалось. Но представь, если бы вот это вот видео, я сейчас... Виви Джам, я могу не обманывать, как это называется. Да, Виви Джам, I Wanna Be Your Slave, Визите Юбони. Видео на канале Виви Блокс набрало 57 миллионов просмотров. А теперь представь, если бы это залил канал ИБЮ, у которого есть прав... Ну, я не знаю, есть ли у них прав... Ну, у них нет прав на I Wanna Be Your Slave. Ну, в смысле в том, что они, наверное, не получают с этого какие-то дополнительные деньги, но они как бы именно... Но все равно это покрытие... У них есть права на то, чтобы вставлять ее. Но с Зи Ти Бони, у них есть абсолютно все права на эту песню. И представь, как они кусают локти, когда они видят 57 миллионов просмотров в Виви Блокс, понимая, что все это могло быть на их канале, и 57 миллионов просмотров могло быть на канале Евро. На канале Евровизни это было бы даже больше. У меня есть такое подозрение. Мне кажется, что, ну, если такой обыватель какой-то, обычный человек, да, просто обычный казуальный зритель, который там вспоминает о Евровизнике, ну, может быть, не раз в год, когда оно идет, но там пару раз в год он вспоминает такое, ой, что там на Евровизни происходит. Мне кажется, что этот человек просто пойдет, в первую очередь, на какие-то официальные ресурсы Евровизни, а не там на Виви Блокс, потому что он не будет знать, что такое Виви Блокс, он не будет знать, что такое там Еврова, вот эти все фанатские ресурсы, он не будет про это знать. Я про них узнал, ну, окей, ладно, еще в начале своего еврофанства про это узнал, но только потому, что я еврофаном стал, да, то есть я прям активно следил за всеми этапами конкурса, и отбор, и вот это все. Ну, а человек, который там вспоминает несколько раз в год, в лучшем случае, да, он просто пойдет сразу на официальный канал. И поэтому, да, в какой-то степени, мало того, что ЕВС монополизировали права нам такую достаточно большую кучу контента, вот отрывки с репетицией, вот это все, они еще и в какой-то степени удачно поступили для себя, то есть для своей выгоды, поскольку, мне кажется, что люди, которым такой контент потенциально могут быть интересен, они гораздо быстрее и проще на него наткнутся на официальных ресурсах Евровидения, чем на каких-то фанатских. Вот у меня такая теория. Это спекуляция, да, это какие-то домыслы, но мне кажется, что помимо того, что они монополизировали контент, они еще и как-то, в какой-то степени, такая монополизация, она лучше пиарит непосредственно само Евровидение, сам бренд Евровидения, сами социальные сети Евровидения, а не фанатские какие-то ресурсы. Да, здесь можно сказать, что с одной стороны, например, опять же, если мы говорим про доступ, например, доступ к телу, ну, по факту это так получается, потому что действительно даже пресс, какие-то раньше были все эти пресс-конференции, к которым я всегда очень скептически относился, я вообще к интервью с участниками Евровидения довольно скептически отношусь, если правда, потому что у меня есть опыт, и опыт мне иногда подсказывает, что не со всеми, как бы, иногда есть о чем поговорить, если вот так совсем честно, потому что, я опять же скажу, наверное, есть несколько жанров, к которым я очень скептически отношусь, это реакции на Евровидение, простите, пожалуйста, и на песни, конечно же, имеется в виду, ну, там, знаешь, на голосование хотя бы еще как-то, на голосование это еще упор-то как-то, знаешь, хотя тоже, голосование-то обычно всегда тоже связано с тем, какая тебе песня нравится или нет, ну, как-то вот тоже, но песни, это прям вообще, то есть я никогда не смотрел и как-то, но второй контент, который, это, наверное, еще более controversial точка зрения, это интервью с участниками Евровидения, потому что, опять же, у меня были ситуации, когда я брал интервью, и я просто, я стою и думаю, наверное, мой самый знаменитый пример, уже, не знаю, упоминали, член нашего подкаста, это интервью с Анной Адабеску, когда это еще, понимаете, это еще до выхода фильма Фаерсага, Фаерсага, за год с лишним до выхода фильма Фаерсага, так можно было бы хотя бы подержать разговор и сказать, насладились ли вы номинацией на Грэмми и на Оскар, вот, а так как-то не о чем было бы подержать разговор. Ну, это, мне кажется, просто не твой жанр, я тоже, на самом деле, очень мало такого контента потребляю, но если вдруг мне какой-то участник или участница западает в душу, и я по личным причинам иду смотреть интервью с ними, вот. Вот личные причины с кем там, с Эдди Розазом у тебя? Он замужем, что ты мне хочешь? Нет, интервью с Эдди Розазом я не смотрел, как бы мне не было как-то... Я тоже не смотрел, я не знаю, есть вообще интервью с Эдди Розазом? Ну, наверное, с 2013 года какого-нибудь найдется, что-нибудь такое. Наверное, осталось. На самом деле, очень много подкастов о Евровидении, в том числе официальный подкаст. Сейчас, вот конкретно сейчас, в этом Евросезоне официальный подкаст от Европейского Вечательного Союза, он интервьюшный, то есть они приглашают участников. Я, кстати, слушал один выпуск с Калин, вот, что-то как попалось. И что они обсуждали? Что они обсуждали с Калин? Они немножко поговорили про то, как она к этому пришла, она рассказала про там свою историю с Евровидением, про то, как она, по-моему, в 2014 году поехала на какой-то чемпионат мира по каким-то танцевальным дисциплинам, и ее соседка по комнате в отеле хотела смотреть Евровидение, а Калин пошла... не помню даже, куда она пошла, но она пошла на что-то другое, на какое-то другое мероприятие, и в 2014 году она Евровидение не смотрела. Вот, а там победила Австрия как раз. Вот, но она потом рассказывала там про то, как она в 2018 году участвовала в подготовке, потом... Такие, знаешь, вещи, которые прикольно знать, но ничего такого. Ну, мне понравилось, мне было достаточно любопытно, но чисто потому что... Мне было интересно просто Калин как-то узнать, потому что, ну, не знаю, она закрытым отбором была выбрана, то есть как-то, ну, типа, ничего про нее не знаю, но при этом она там вроде как с Евровидением связана бы, может... Ну, то есть, я уже не помню, что она рассказывала конкретно, но она какие-то небольшие инсайды вкидывала. Ну, наверное, это связано с моей личной историей отношения к Еврейне, потому что люди очень по-разному к этому приходят. Я думаю, что большинство людей любят Еврейне, потому что, ну, как бы, полюбил Еврейне за песни. Я, наверное, моя личная история, она отличается. Я не полюбил Еврейне за песни. Я полюбил Еврейне за формат, за голосование, за всю эту дичь. И поэтому песня это так потом пришло. Интересно, в конкурсе песни песни оказались второстепенными. Но когда выходит интервью с Кристором Бьорханом, он такой, о, да, идем. Вот недавно тоже вышло интервью, я не помню, упоминал в прошлом эпизоде, нет, но вышло интервью с одним из продюсеров конкурса этого года, который сейчас работает, ну, он много лет работает над American Idol. Вот. И его приглашали еще в 2016 году делать конкурс, но тогда он не смог. Вот. В этом году он говорил о том, что жду приглашения. То есть, пригласят ли меня делать конкурс в этом году или нет. И ему пришло приглашение, он согласился. И, в частности, он дал интервью, в котором он как раз рассказал о том, что... У нас будет новая система объявлений результатов на полуфинале, совсем как в норвежском отборе. Про это он не сказал, но он сказал другие интересные вещи, в том числе, что он понимает, что... То есть, он рассказал... Вот он рассказал реально интересные вещи, потому что послушать про то, что... Ну, давай скажем так. Послушать про то, что скажет Беса Кокеджима, простите, пожалуйста, про то, как она полюбила Евровидение. Ну... Ну, это субъективно твое. Ну, простите, пожалуйста. Я бы на твоем месте подчеркнул, что это твое субъективное видение. Это мое... Конечно, это наш подкаст. Естественно, здесь мое субъективное мнение. Но послушать про то, как говорит продюсер Евровидения, про то, что... Он реально говорит, как бы мы изначально ставили себе цель сделать шоу короче, но потом мы как бы проанализировали и решили, что никакие моменты мы особо выкинуть не можем. Вот это, друг, он рассказывает о том, что это его идея открыть голосование с первой песни, и это его идея поставить автофиналистов выступать не после, не в интервал акте, а именно вставить их посредине песен. И в том числе он сказал... Он там сказал интересную вещь о том, что ему как бы... Вот он задают... Ему задают вопрос, а вообще как бы норму и то, что автофиналисты, они среди, например, вот песен. Да, потому что обычный казуальный зритель может, ну, спутать. Вот, например, да, будет после Ирландии Великобритания, а потом Украины. И как мне понять, почему... Я уверен, будет миллиард вопросов у людей, а почему я не могу за UK проголосовать? Вот за Ирландию могу, за Украину могу, почему за Великобритания не могу проголосовать? И он как бы отвечает на это, что у нас будут ведущие, у нас будут комментаторы, а еще у нас будет графика, и у нас будет куча способов объяснить, что за эту страну сейчас голосовать не нужно. Вот, и мне как бы... Хорошо, ведущие, я понял, допустим, будут Петро Меде, Малин, Окирманы скажут, что сейчас будет автофиналист, бла-бла-бла. Комментаторы тоже все это делают, скажут, потому что явно будет открытка. Но как бы он еще говорит графика, то есть что графика, то есть я такой сразу цепляюсь за это. Ага, значит, наверное, у нас опять будут интересные плашки во время выступления на весь экран. Или что они имеют в виду? Или каким-то образом по-другому еще? Или будет большое... Знаешь, как это в пресс-центре тоже, тут наверняка увидели по всяким сливам, там написано prohibited to film the screen. Мне интересно, наверное, будет тоже такая огромная запись. Да-да-да. Don't vote! Don't vote! Да, большинство. Ты знаешь, как в ирландском отборе тоже показывают номер телефона, по которому надо голосовать, но при этом пишут, ну вы пока не голосуете, вот вам номер, но вы не голосуете. Но вы не голосуете, да, пожалуйста. Вот вам песня, но вы не голосуете за нее. То есть с моей точки зрения, вот послушать, что говорят продюсеры Евровидения о потенциальных нововведениях, намного интереснее, чем послушать, что говорит... Ну вот, окей, хорошо, но вот Рэйван недавно сказала, что она не ожидала, что ее песню Вероника выберут для поездки на Евро. Ну хорошо, это уже интереснее. В общем, я иногда очень, то есть я иногда встаю с тупор, потому что я не до конца понимаю, что мне... Ну то есть у меня, опять же, у меня есть просто опыт разговора с участниками Евро, и я зачастую такое, хорошо, нет, есть те, кто меня как бы интересует, и мы год назад, сказали, у нас был очень неактуальный тейк по поводу Алики Миловой, и мы такие, о чем говорит с Аликой Миловой, и в итоге мы поняли, что много о чем, на самом деле, с ней-то как раз есть, о чем поговорить, вот, а как бы, о чем поговорить, например, с... О чем бы ты поговорил с Силией Капсис? Я... У меня есть один предмет обсуждения с ней, но я не знаю, насколько стоит его озвучивать в этом подкасте. А знаешь, в чем проблема? А я объясню, почему? Если вы слушали подкаст, просто отсылочка к нашим патронам, если вы слушали последний выпуск подкаста Welcome to Europe on Defense, вы поймете, наверное, про какой предмет я хотел бы поговорить с Силией Капсис, и нормально или ей с этим предметом быть в клипе, так сказать. А ты знаешь, я тебе скажу одну вещь, а знаешь, почему мне неинтересно говорить с участниками Евро? Не потому, что это какие-то неинтересные люди, о которых не о чем поговорить. Как раз таки наоборот, потому что несколько дней назад наверняка ты слышал, ну, наверное, уже неделя прошла, видела эту историю, когда несколько участников конкурса этого года опубликовали коллективное письмо о том, что они выступают и против антиисламизма, и против антисемитизма. И тогда вышло огромное количество, то есть вышло очень много критики, что вы делаете недостаточно, вы говорите недостаточно. Особенно много пошло критики на Оли Александра, не знаю, почему именно у него, ну, то есть у него как-то там отдельная история, то, что ему говорили, ты должен был отказаться от участия, а не участвовать в этом всем. И он поэтому выполнил, выпустил даже дополнительный statement, что он считает, что важный участок в конкурсе. Бэмби Thak тоже выпустил дополнительное заявление, сказал то, что я хочу, чтобы на конкурсе было больше про палестинских голосов, потому что если я откажусь от участия, то получается, что будет меньше голосов, которые могут поднимать важные темы. И тут очень многие указали на то, что, ну, как бы, многие назвали это заявление беззубым, скажем так, да, то есть какое-то вы выпустили ни рыба, ни мясо, то есть мы хотим усидеть на двух стульях, мы хотим как бы и здесь, и здесь, да, и против антиисламизма, и против антисемитизма. У меня, кстати, нет никаких вопросов к этому заявлению, на мой взгляд, но максимально корректно, но именно такое, какое-то должно быть, на мой взгляд. Но это не останавливает огромное количество других людей, которые говорят, ну, вы должны были сказать больше, вы должны были сделать многое. И на самом деле, как бы, вот, это очень хороший вопрос, потому что очень многие, в том числе в Твиттере, а в Твиттере есть адекватные сегменты, где люди, даже которые пропалестинские, они говорят, ребята, вы должны понимать, что не всегда исполнители могут открыто говорить то, о чем они думают. Во-первых, контракт, участие Евровидения, очень часто там есть пункты, понятно, в разных странах это будет по-разному, но в разных, опять же, да, везде будут разные пункты, но там наверняка есть пункт о том, что вы не можете, там, высказывать какую-то точку зрения, там, политическую, там, явно какую-то, ну, скажем так, вы не можете делать откровенно политические стейтменты, вы не можете, условно говоря, там, выйти на пресс-конференцию и сказать, я поддерживаю партию А, партия Б, там, на выборах Европарламент, я ее ненавижу, чтобы они там сгорели в аду, да, условно говоря, вряд ли такое будет поддержан, да, каким-либо обещателем, потому что очень часто во многих странах Евровидение в том числе транслируется общественными обещателями, которые, вообще-то, их как бы, суть в том, чтобы они придерживались нейтральной точки зрения, то, за что, как бы, пихают участников за их нейтралитет, и как бы, ну, я понимаю, что очень часто, как бы, говорят, что нейтральная позиция это не позиция, то есть, это можно понять, но вообще, общественные обещатели, как бы, их цель, как раз таки, в том, что они не фаворитизируют какую-то отдельную политическую силу, их, как бы, суть, как раз таки, в том, чтобы предоставлять всем политическим силам равное количество тайминга, равное количество времени, какой-нибудь там, это если у вас супер, но там, КАН, это не государственный обещатель, да, это не общественное телевидение, то есть, это не работает в каждой стране, но зачастую это работает так, то есть, участники подписывают контракты, а еще у них могут быть индивидуальные контракты, а еще у них есть сообщение от лейбла, потому что лейбл может им носовать нехороших вещей, разорвать контракт, если они скажут дополнительные вещи, и это все выливается в то, что, как бы, допустим, у Оли Александра есть какое-то сформированное мнение, там, не будем говорить, какое, но вот оно у него есть, как бы, у него есть какая-то позиция в жизни, но понимая, что у него есть контракт с лейблом, понимая, что у него есть участие на евро, и понимая, что, на самом деле, очень многие тоже говорят, ну, ты делаешь недостаточно, ты должен просто взять и отказаться от участия, вы знаете, на этой стадии, как бы, апреля 2024 года, участник есть, ну, если он разрывает контракт, то понятно, что, как бы, обещатель должен заплатить штраф, но я уверен, что и участника в контракте написано, Что на этой стадии он уже не может отказаться Что если он вдруг по каким-то причинам Хочет сейчас как бы отказаться То у него там тоже какие-то явно большое наказание Да, он может отказаться только от глютена Да, да, и в том числе Получается в том числе история, когда, например До... Выходит Лазар какая-нибудь Говорит, что я не хотела Да, и она рассказывает об этом Даже Лазар об этом рассказывает после конкурса Или выходит Манижа, которая даже Ну, скажем так, даже уже после того, как она стала Председательницей России в 21-м году Она все равно позволяет себе довольно смелые вещи Например, идет русскую службу BBC Что в районе 21-го года Еще не слишком криминализованное действие Но довольно маргинализированное, на мой взгляд Уже это не то, чего ты прям так ждешь От человека, который как бы подписал контракт С Первым каналом, да, и поедет на Евровидение Ну окей, хорошо, в контексте 21-го года Это еще было возможно Но уже после того, как конкурс кончается Она говорит намного больше И у очень многих там есть как бы Как бы вот у Теодора Андрея, например В прошлом году была такая история, когда У него просто было написано, что по-моему В течение года после участия на Еврейдне Еще не может Там ругать вещатель, да И рассказывать какие-то веселые вещи В итоге он получается как бы, что он нарушил контракт Потому что он дал большое интервью И вроде как там, я не знаю, представители ТВР Говорили или нет, что будут с ним судиться или нет Но в теории они могут Потому что, насколько я понимаю Я сейчас, опять же, я не влезал в контракт Теодора Андрея Не могу сказать, что там написано Но причина, почему по многому нельзя поговорить интересно С участниками Редни Потому что те вопросы, которые я, наверное, хочу задать И те вопросы, которые мне было бы интересно с ними обсудить Это, во-первых, не то, что можно обсудить на припатии Или в пресс-центре Когда у тебя есть, дай бог, 5 минут, чтобы поговорить Потому что, правда, даже когда я записывал интервью с Манижей Нам, типа, 20 минут у нас есть Ну, камон, что можно... Как можно раскрыть забеседника за 20 минут? Я не фанат коротких интервью Да, интервью это такой жанр, который, там, не знаю Идёте в какую-нибудь гостиную Да, то есть поговорить, типа Ты понимаешь, можно набросать вопросы, которые можно задать во всем Типа, во сколько лет ты начал петь? Почему ты любишь хевроритни? Почему ты решил поучаствовать? Да, на самом деле Какой у тебя будет аутфит? Какое ты место хочешь занять? Какие песни ты слушал от другого участника? Да, да, да Я, на самом деле, смотрел Один из моих знакомых Шапочных Внезапно Какое-то медиа по Евровидению пошел там Работать, наверное, не знаю Короче, он Ангажирован каким-то медиа по Евровидению Таким достаточно мелким Там тысяча подписчиков, наверное, в Инстаграме То есть, там Для аудиовизуального Ну, нормально, да То есть, что-нибудь такое И он там ездит на припате По крайней мере, он был на припате в Мадриде И там Брал интервьюшки Я смотрю, просто Ну, он подходит к этим участникам И они такие достаточно замученные Ну, может, не замученные Но, значит, много всего происходит Надо много кому там что-то Рассказать, показать Сделать селфи Вот это все И как бы Может, даже не замученные Но просто там Как-то занятые очень И, конечно, в таком формате зачастую Сложно что-то такое Устроить И даже Виви Блокс Которые, казалось бы Такие очень Продвинутые И популярные И с большим Количеством аудитории И с большим Охватом Даже у них не всегда По-моему, получается Как-то надо в нормальных условиях Провести интервью То есть, у них Ну, по крайней мере Когда я последний раз Смотрел интервью Это был 18-й год По-моему Но, тем не менее Даже тогда То есть, у них Во время припате Ну, да Была возможность Кого-то Вытянуть в отдельную комнату На нормальное интервью Но не более того И оно обычно Длилось тоже минут 15 Не больше И то Как уже повезло Да, как повезет Потому что Я помню Интервью Виви Блокс Которые Были такие Ну, типа Так, где-то в толпе На припате Там Потрогать бицепсы Сергей Лазарев Получилось И все Ну, не более того А некоторые Вообще могут отказаться Давать интервью Например, Ваня Радованович Который Черногорию В восемнадцатом году Представлял Сказал им Что, мол Вы На своем ресурсе Как-то плохо Отзывались о моей песне А теперь хотите Взять у меня интервью Ну, как-то Короче Молодец Выучил матчасти Что На самом деле Я считаю Что он правильно поступил То есть, как бы Если Если вы позволяете Себе какие-то Субъективные мнения По поводу Участвующих песен То, как бы Будьте готовы К тому, что Участники Узнают про эти мнения И У них возникнут Могут не захотеть С вами взаимодействовать Абсолютно правильно И Как раз Есть те, кто делают Интересные форматы Я согласен То есть Когда там Не знаю Дают песни друг друга послушать Потому что Я знаю В общем Допустим Это еще интересно Но я к тому Что есть Как бы Есть участники Евро С которыми Я действительно хотел бы поговорить Например Вот Есть Немо Участник этого года С ним Можно очень много Как бы устроить Раскрыть Да, через два года Говорить с ним Да, но Вот когда конкурс закончится И тогда с ним можно Да И как бы Ну вопрос Насколько Опять же Да, я еще понимаю Еврофанскую аудиторию Насколько это действительно будет Очень многим интересно После Знаешь На самом деле Ну это зависит еще от того Насколько участник В итоге преуспеет В своей карьере Бывает такое Что кто-то просто Просто Если Если интервью С победителем Евровидения То будет интересно Я не спорю И если Участник Евровидения В принципе Построил себе Большую карьеру Еще до участия По крайней мере В своей стране Хотя бы То Мне кажется Через два года То есть Я не знаю Мне кажется Какое-нибудь интервью С Условной Моникой Линкита Но оно будет актуальным Даже потому что Моника Линкит Это очень большая звезда В Литве Да Ну такая Одна из Из первого ряда Скажем так То есть Она вполне себе Популярна И даже вне контекста Евровидения У себя в стране Вот Так что Тут уже Очень сильно зависит От человека То есть Мне кажется Какой-нибудь Кто-нибудь Какая-нибудь Сямара Которая не выпускала Ничего после Евровидения Ну да Там вряд ли Будут смотреть Кто-то С ней интервью Даже через год После Евровидения Вряд ли бы Кто-то смотрел Потому что Чем-то еще занимаешься В музыке Вот Ну может Если она там Прославится В какой-то другой сфере То да Но Сейчас кто-нибудь скажет Что такая сямара Та самая Чью аватарку Мы ставили После первого полуфинала 2016 года И осуждаю Своё подобное поведение В 15 лет Ну Тем не менее Ну Кстати В принципе То есть Интервью С Интервью С нынешними Участниками Евровидения Текущими Так сказать В принципе Оно может работать Но я например Недавно Наткнулся на Литовское интервью Ну на литовском Нужно интервью С Сильвестром Сильвестросом Настоящее имею Сильвестрос Все-таки Вот И Ну Он был такой Достаточно большой То есть минут 40 По-моему Ну я там Минут 5 посмотрел Потому что Мне как-то Было любопытно Вот Кстати Что-то понимал Прямо горжусь собой Вот И Что-то Это интервью Которое берет Национальное Медиа Это не еврофанское Это не еврофанское Это не история Еврофанских Медиа Это не история Что вот мы Поедем Допустим У нас будет Пресс-аккредитация Офлайн Мы туда придем И скажем Нам скажут Хорошо У нас есть 4 минуты Потому что Есть еще 20 медиа Рядышком Которые тоже хотят поговорить И мы будем стоять Где-нибудь в микрофоне В коридоре С микрофоном В коридоре Да С камерой С айфоном И типа И что мы раскроем За 4 минуты В этом большая проблема На самом деле Медиа и контента Потому что Даже те участники С которыми я хотел бы Поговорить И задать какие-то вопросы То это занимает Большую подготовку То есть нужно Реально к этому Серьезно готовиться И Зачастую Скорее всего Я захочу задать те вопросы На которые участники Просто не смогут дать ответы Не потому что Они даже не хотят А они могут и не захотеть Да А еще потому что Ну давай скажем честно Если бы у меня была возможность И как бы Я бы записал большое Двухчасовое интервью С Дэн Галан Но как бы Мы это вряд ли сделаем Я не думаю Что это возможно Учитывая что С Дэн Галан Можно даже на русском поговорить Как бы Да вот пожалуйста Давай запишем подкаст Велком Юроп Интервью С Дэн Галан Ну я думаю Что те вопросы Скорее всего Вещатель Кан нам скажет Скиньте пожалуйста Список вопросов Которые вы хотите задать Мы отправим И они скажут Ребята 85% вопросов Мы убираем И о чем Ну как бы И тогда что получится Все Выпуск на 20 минут Выпуск на 20 минут Дай бог В итоге Почему ты решил Поучаствовать в Евровидении Как твои дела Что ты ожидаешь от конкурса Очень интересно будет Вот это контент Какой платит Ты наденешь на ковровую дорожку Да И то на самом деле Абсолютно реальная история Когда в 2018 году Прямо эта история Прошла при мне Когда ребята Из Евровидении по-русски Брали интервью у Сивака И сказали Ну я сейчас дословно Это не воспроизведу Хотя я скажу точную дату Это было 7 апреля 2018 года Но Но они брали интервью у Сивака И они сказали что-то в духе А вы знаете Вот Алина Нечаева в этом году Собирается Ну собирается Потратить большое количество Денег на платье Да Это будет стоить Там 35 тысяч евро Ну они хотят спросить А собираетесь ли вы там Потратить Ну то есть вопрос Очень интересный вопрос Ну он не был лучше всего Сформулирован Но это был в целом Окейный вопрос Типа собираетесь ли вы Вложиться сильно в номер Ну то есть Наверное посыл был Собираетесь ли вы Звезете какой-нибудь Дорогой интересный номер Что вы собираетесь делать Но реакция была в духе Что вы за вопросы задаете Ну то есть вообще Я бы тоже так отреагировал Ну как-то Ну может быть поспокойнее Я не знаю как он там отреагировал Но я бы немножко Ну это была негативная реакция Я бы тоже негативно Прореагировал на такие вопросы Типа что за Я не хочу На такие вещи Разговаривать Ну вот видишь Я думаю что Вот то что ты мне сейчас сказал Я бы задал вопросы Не про деньги Не про платье Но даже если бы Такие вопросы задавал То человеку вполне было бы Некомфортно И тут уже зависит от того Насколько ты Скажем так Почитаемый интервьюер И тут Мягко говоря У большинства Еврофанских медиа Давайте будем честными Включая нас Да то есть У нас нету Такого большого опыта И Мягко говоря Мы в этом не специализируемся Это на самом деле Очень такая большая специализация Вот То есть Кстати Все-таки Немножко возвращаясь К теме этого опуска Которого мы заявили Да то есть То что Европейский Вечательный Союз Решил В этом году В свой официальный подкаст Включать интервью С участниками Ну то есть Понятное дело Да там говорят На такие достаточно общие темы На Скорее Именно Про творчество Про музыкальную составляющую Про Перформативную составляющую Да то есть Про то как они будут выступать Я считаю что это Ну это хорошо Вот как раз таки Такой момент Когда Европейский Вечательный Союз Просто создает свой контент Который Ну не сильно Как-то Мне кажется Перекрывает воздух Другим Еврофанским Медиа Просто потому что Ну как бы Попытаться договориться С участником Евровизни Может любой Просто у Европейского Участливого Союза Конечно Больше канала связи Им проще это сделать Вот И в том числе Это пойдет на большую аудиторию По причинам Которые я уже объяснил Потому что Если кому-то вдруг Захочется послушать Там что говорят Участники Евровизни То скорее всего Человек пойдет На официальные ресурсы В первую очередь А потом уже Будет лазить по всяким Фанатским подкастам Которые не особо Как-то расходятся Вы знаешь Мы с тобой обсуждали Вот эти подкасты Где просто берут Не знаю Представителя Представителя Кипра 95-го года Ну это классно Что человек готов Поговорить про свой экспириенс Просто Сколько людей будут Это готовы слушать Я не готов это слушать Ну я говорю абсолютно честно Я не готов это слушать Точно так же Как я уверен Что огромное количество людей Которые Ну давай будем честны Большинство еврофанов Не слушают наш подкаст Потому что Ну Занудно Неинтересно Нам написано Например выпуск Про Израиль Мы записывали Там был комментарий Какой нудный эпизод Я кстати согласен Что он нудный Но Важным он от этого Менее важным От этого не становится От того что Некоторые вещи Являются важными Как бы Это не значит Что они очень интересные Но судя по тому Но это один из самых Просматриваемых эпизодов Возможно мы удачно Просто проставили теги Может слово Израиль Как-то людей привлекает Не знаю Вот Но опять же К вопросу про интервью Я тоже вот сейчас загуглил В том числе Про фанатские медиа Вот я написал На ютубе Три слова Первое слово Кристор Второе Бьеркман Третье интервью Чтобы посмотреть Что мне даст Ютуб И я вот прям смотрю Первое интервью Виви Блокс Три минуты Пятьдесят четыре секунды Яровижн фан Кстати в том же самом месте То есть это вот На жеребьевке Этого года Три минуты Пятьдесят две секунды Две секунды разница Кристор Бьеркман После победы Швеции Инна Рейн 2015 На официальном канале Еврейдне Одна минута Сорок пять секунд Интервью Ну какое-то интервью Простите Да Иссекас Ин Лондон Интервью С Сарой Доунфайн Кристор Бьеркманом Пять минут Двадцать семь секунд Виви Блокс 2017 год Интервью с Бьеркманом Четырнадцать минут Ну окей Хорошо Ну за четырнадцать минут Уже что там можно Рассказать Четырнадцать минут Уже что Но если ты посмотришь Большинство всех этих видео Не больше пяти минут И только одно Только одно Вот когда действительно Но уже ты понимаешь Что он заслуживает внимания Ян Борш Я так понимаю Это бывший глава Делегации Чехии Да У него три года назад Видео которое я смотрел Точно Humans of Eurovision Number 23 Кристор Бьеркман Most people scream for attention Один час пять минут И здесь я понимаю Что здесь Бьеркман Что-то интересное расскажет И когда ты включишь это видео Он действительно там Начинает рассказывать Какие-то эксклюзивные детали Какие-то эксклюзивные вещи Которые он обычно не рассказывает И ты тоже понимаешь Что зачастую он раскрывает Те детали Которые вот там В интервью за четыре минуты Да То что мы видим Он не раскрывает И на официальном канале Он тоже это не раскрывает И вот с этой точки зрения Надо понимать Что есть какой-то контент Который все-таки Официальный канал Не может перехватить Потому что есть вопросы Которые с официальным каналом Ты не будешь обсуждать Они не будут их задавать Да Потому что может как бы Вот И поэтому У меня всегда Скептицизм появляется По поводу некоторых контентов Ну Давай с тобой перейдем Действительно все-таки К заявленной части этого Ну мы все равно говорим о медиа Это важно О том что мы решили поговорить Как ЭБЮ В течение многих лет Поджал все эти медиа Под себя Ощущаю как будто Мы сейчас поговорим Тоже там Причем у нас таймлайн Примерно такой же Начиная с 2000 года Как в России Или в Беларуси Все медиа поджимались Вот Но прежде чем мы это сделаем Давай в очередной раз Напомним Каким образом Можно Поддержать Независимое Что мы не Что независимое издание Мы не продаем Наш канал в Телеграме Мы не продаем Наш сервер в Дискорде Не знаю Я не продаюсь За деньги Да Вот расскажи пожалуйста Что можно сделать Ой заплатите мне пожалуйста За то что я делаю Симулятор Евровизни Welcome Europe Заплатите мне за то что я сплю Пожалуйста I don't want to work I want to make money when I sleep Как пела одна Отличная певица Отличная песня Из палеозоид Десять лет назад Она была Это жуть На фестивале Десять лет назад Вышел клип Маруся Survivor Busy doing nothing Нет Клип Маруся Survivor Это еще не десять лет назад Это было в пятнадцатом В декабре Нет Это было в четырнадцатом Но в декабре Не торопись события Мы старые Значит Вперед батьки Не лезь в пекло Значит Ну Очень Очень надеюсь Очень надеюсь Что именно так и произойдет Что я никуда Вперед Людей Которых Некоторые так называют Не полезу В общем У нас есть Патреон У нас есть Бусти И на этих чудесных платформах За небольшое пожертвование Наверное Кому как Но Мне кажется Что достаточно Reasonably priced Подписка Я забыл Как это на русском будет Вы можете получать доступ Я бы сказал Это соотношение Цена-качество Вот Я бы это так Надеюсь Что это Хорошее соотношение Вот Можете Как-то Не знаю Поспрашивать У людей Которых мы назвали В начале эпизода Насколько им нравится Это соотношение Короче У нас есть Патреон и Бусти Там есть Всякие Плюшечки У нас Там есть Доступ К каналам В дискорд Эксклюзивным Например В эту субботу Мы будем смотреть Один интересный Фильм Мультипликационный Анимированный Созданный Отечественного Производства Отечественного Для тебя Попрошу Вот Созданный Союзное государство Ты знал Что Что 2 По-моему Апреля Отмечался Я кстати Просто читаю Книгу В котором Тоже Про это Говорилось И мне Одна наша С тобой Общая знакомая Которая Живет В городе Витебск Напомнила О том Что оказывается 2 апреля Это день Союзного государства Я знаю Что оно есть Но я просто Я не знал об этом Типа Я знаю Что у нас такой день Есть У нас У нас даже в школьных дневниках В списке праздников Это указано Что-то серьезно Да Ну у нас просто в школьных дневниках Таких стандартного выпуска Есть список праздников Там есть День конституции Кстати тоже указан Вот 15 марта Ну и в том В день финала МГП В том числе указан Да День единения народов Беларуси и России И По-моему Это И не помню Это тот же день Что типа День связанного государства Ну короче Что-то такое Вот Оно точно там указано Для тех Кто включил наш подкаст В первый раз Это Мы Не приветствуем Подобное Если что Вдруг Нам такое не нравится Мягко говоря Нам такое не нравится Один тут человек Вообще Очень-очень Не любит Такую тему Да Так вот Что еще Есть На патреоне Бустит Нам есть подкаст OnlyFans А если вы подпишетесь На категорию Криста Бьеркман Которая Ну да Уже Такое ощутимое Пожертвование Наверное все-таки То там будет Второй бонусный подкаст Называется Усеху по трофу Где мы рекомендуем Всякие интересные Медийные продукты Вот То есть много Много всяких плюшек Опять же Ссылки в описании Почитайте Посмотрите Что там есть И Решайте Мы будем Очень благодарны И мы Очень благодарны Ну мы уже Очень благодарны Твоей маме Видимо соотношение Цена-качество Не очень понравилось Потому что она больше Не является нашим спонсором Она является нашим спонсором Вообще-то Она является нашим спонсором Не говори мне тут Такие вещи Оставь мою мать В покое Пожалуйста Это очень Странно прозвучало Но Если что Дима знаком с моей мамой Они тоже Видели Друг друга как-то раз Пять лет назад Ну Четыре с половиной Нет Не пять лет назад А четыре года И Семь месяцев назад Ну да Будем аккуратно В Летоисчислении Продолжим Наш сегодняшний эпизод И для этого Нам надо переместиться Чуть-чуть назад А именно в тот момент Когда мы родились И именно в этот момент Зарождались Наверное еврофранские медиа Потому что заражался Зарождался Зарождался интернет Собственно в один из этих моментов Появляется ИСИКАЗ Легендарный Русскоязычный ресурс По евровидению Он в том числе Появлялся Насколько я помню Был уже Ну как бы Из того что я вижу По крайней мере Что доступно сейчас Если вы Не слышали никогда Архивы ИСИКАЗа В 2001 Чего вы ждете В 2001-2002 Годах Точно уже было покрытие ИСИКАЗом Конкурса То есть они прям Во время конкурса Я смотрел архивы Они во время конкурса Что-то там делали Что-то публиковали То есть это было уже актуально Да И самое интересное Что примерно В тот же самый момент Точнее по-моему Это произошло В начале 2002-го года Возникает сайт Евровидение.тв До этого его не было Официального ресурса По евровидению Не было Вы можете зайти Есть возможно Тоже для кого-то Мы грубо считаем Но есть такой сайт Wayback Machine И вы можете Зайти туда Написать Eurovision.tv Посмотреть как сайт Евровидения Выглядел в 2002-м году Зрелище Интересное На самом деле Его создала Эстонский вещатель Вот это Тоже такой интересный момент Эстония Очень технологически Продвинутая страна Это сейчас не сарказм Потому что Эстония сделала Ставку на В своем После обретения Независимости На технологии Да И поэтому Они создали В компании Из Швеции Лучший файлообменник Во вселенной Но в том числе Помимо этого До того как создать Файлообменник Под названием Skype Они создали сайт Евровидения Который потом Полностью отошел Уже Европейскому Союзу Вот И сайт появился У него были Там разный набор Интересных дизайнов Конечно Интересные Дизайнерские решения Сайт Изменился Многократно За последние 20 лет Он много раз Менял свои Дизайнерские решения Вот Очень интересно Посмотреть И даже там Сравнить из года Условно Там 2014 год Открыть Тоже Чудесным плеером Да Сайт С чудесным плеером Невероятным И с записями Куча отборов И кстати Там помимо Отборов Еще были И доступны Записи Генеральных Репетиций Как бы там Не было В 2000 Годы Евровидение Не особо Занималось Медиа Контентом В середине Десятых Если честно Тоже На самом Тоте Ну Началось Чуть-чуть Больше Но мы Пока не будем Прыгать Мы скажем Про то Что Действительно Это тот момент Когда Наверное Во многом Позиция Еврей Заключалась В том Что Слушай Никто В 2000 Представь себе 2002 год Даже не Даже не на 20 лет назад Предлагаю тебе прыгнуть Потому что 20 лет назад Фейсбук появился Вот Я тебе предлагаю прыгнуть На 22 года назад 2002 год Что из себя представляет Интернет в этот момент Форумы ИСи форумы ИСи форумы Различных Подвидов Сайт ИСи Каст Тоже какой-нибудь ИСи Нейшн ИСи Тудэй И Не знаю Мультики с Майсяней Да Уже появились 2001 год Флэш Плеер Повсеместно Вот Поэтому Вот так Интересно Выглядит Интернет На тот момент У меня Интернет Появился В начале 2007 года У тебя Когда Кстати У меня Где-то Ну В шестой Седьмой То есть Я в шестом В шестом Году точно Сидел на сайте Смешариков Я сидел на сайте Смешариков До того Как там появился Шарарам Вот Но у меня Просто мама Такая Продвинутая Была Мы покупали Карточки Специальные В киосках Карточки Соло С доступом В интернет У нас было Чуть не так Продвинуто Просто Моей маме На день рождения Подарили На юбилей Подарили Компьютер Вот Соответственно Мне это было Шесть лет Мне исполнилось Шесть Нет Нет У нас У нас Тогда Ноутбук У меня Персональный Стационарный Компьютер Появился Только Когда Мне было Тринадцать Лет Это Был Четырнадцатый Год У нас Была Такая Сторон У нас Очень Долго Не было Стационарный Только Ноутбуки Были Не Просто У нас Был Именно Стационарный Компьютер Он Именно Был Дома И Понятно Что Компьютер Ну Зачем Компьютер Без Интернета Вот И Появился Интернет Соответственно Ну Типа Его Подарили Просто Ей подарили На день рождения Но Как бы Привезли Не сразу Привезли Под Новый Год То есть У нас Компьютер Появился Дома Тридцатого Декабря Вот Так Это Был 2006 Года И Пожалуйста Не задавайте Вопрос Как Помню Эти Даты И Соответственно Примерно Дней Через Десять Когда Прошли Новогодние Праздники Нам Привели Проводной Интернет На тот Момент Еще Домой Это Уже Был Не Дайлап Это Был Нормальный Это Уже Был Проводной Не Требовал Чтобы Ты Выключил Нет Нет Передаю Привет Провайдеру Акада Тоже У нас Типа Там Был Телевизор У нас Просто Два Года Было Кабельное Телевизор Вот Как Раз Потому Что Там Интернет Это Все Вместе Потом Нафиг Мы Все Забросили Вот Но Я К чему Это Веду У нас Были Воины За Компьютер Вот У нас Были Воины За Компьютер Поэтому На 10 Лет Мне Подарили Ноутбук Вот И Войны Прекратились Потому Что У кого-то Был Компьютер У кого-то Был Ноутбук Стал Намного Легче Жить Да Я веду Это К тому Что Интернет Был Проводной Поэтому Надо Все А Нет Нет Мы Сделали Вайфай У нас Уже В 10 Году У нас Был Вайфай Нет У нас Вот Вайфай У нас Долго Не Появлялся Очень Долго Был Такой Перед Когда Я Хотел Нам Приходилось Договариваться Но Потом Когда У меня Появился Ноутбук Соответственно Появился И Вайфай Странно Было бы Поэтому Появился Дома Вайфай Наверное Одно Потом У меня Появился Проводной На телефоне У меня Появился 3G Слэш ЛТЕ На телефоне В 13 году Я помню Что у нас В классе В 2012 Году Была Одна Девочка Два Человека Одна Девочка Которая Дружила У которого Был Мобильный Интернет На телефоне И Это Был Ноябрь 2012 Года И Что Меня Интересовало Кто Победил На выборах В США Митровне Или Барак Обама Я спросил Ты можешь Пожалуйста Зайти Куда Нибудь И посмотреть Кто Лидирует Потому что У меня нет Интернета А мне Очень Интересно Я Потом Пришел На занятия По Английскому К нашей Преподавательнице По Английскому В тот день И она сказала Я рада Я была за Обаму Вот Такие были Времена Возвращаясь К интернету Начало Нулевых Стоит сказать Что в тот Момент Европейский Вчетственный Союз Занимался Скорее Ну как бы Он не считал Нужно Как-то Конкурировать Со всеми Фанатскими Медиа Потому что Наверняка Не воспринимались Серьез И в том числе Даже канал На ютубе Помнишь Появился Самое первое Видео Вот это Помнишь Седьмого Года Там Где Там Стопримечательности Там были Отрывки Там точно были Отрывки Песен Конкурса Неполные Канал По-моему EC.TV Назывался Что-то Типа Такого То есть Если вы Зайдете Сейчас я зайду Просто на официальный канал И это Начало 2007 Это можно посмотреть До сих пор Мне кажется Не удаляй Эти видео Да Есть просто Клопка старая А Самое первое Видео Они что ли Скрыли Это видео Потому что Я точно помню Что был Eurovision Countdown Это было Самое первое Видео На канале Евровидения 100 days to Rotterdam Да Да Ну что-то Типа такого Они видимо Его скрыли Потому что Сейчас самое первое Видео Вот тот канал Назывался EC.TV Я даже не знаю Это официальный Как бы на тот Ресурс был Момент или нет Мне кажется Нет Но Ты знаешь Самое первое Видео Называется First Belved Your Song А второе Видео Мелодии Фестиваля Ура И причем И третье Четвертое Тоже Про мелодии Фестиваля Вот А потом ICSG Holland Я вот смотрю Тут Кстати Записи Репетиции Восьмого Года Полные Судя по всему А там уже Канал Нет Все-таки Это официальный Все-таки Уже был ресурс То есть В 2008 Году Они это Создали На Ютубе Ну как-то Уже Пришло время 2008 Год Странно Ну я просто Боже мой Тут Барбара Декс Господи Да Потому что Что они сделали С одним из Людей Который работал На фанатском ресурсе Мы его неоднократно Упоминали На нашем подкасте Это Си Цебакер Который написал книгу Как жить в стиле Вау В 2011 году И Собственно Когда ему было 18 лет Он стал работать На AC Today Когда ему было 22 года Его пригласили Работать в IBU То есть Если бы мы с тобой Создали Какой-то ресурс Проявление В начале 2000-х Лет 20 назад И он стал бы Довольно популярным Вполне возможно Что мы получали Получили бы Инвайт в IBU Там работать Причем нам Не обязательно было Быть из Нидерландов На самом деле В тот момент Все двери были открыты Если кто не знает У Европейского Учерственного Союза Я не знаю Если это сейчас или нет Но у них точно был Офис в Москве Я знаю по рассказам Что вроде там сидел Один швейцарский мужчина Вот Который Который отвечал За весь Офис IBU В Москве Если я правильно помню Вот Но Если ты помнишь То После конкурса Девятого года В IBU Начал работать Владислав Яковлев Который потом Стал супервазием Детской Евровидении Поэтому даже Сидя в Беларуси И в России Можно было построить Карьеру Вот Если у вас был Популярный Ну наверное На английском Ваш ресурс Должен был быть Про Евровидение Понятно Чтобы на вас Обратили внимание Но тогда Все двери Были открыты 20 лет назад Вот И мы к сожалению Мы могли войти В ту дверь Но мы родились Не в то время Вот Поэтому мы не вошли В ту самую дверь Еще никакой конкуренции Не было И IBU Просто могло Переманить Наиболее ценные кадры Для того Что они работали на них И в итоге Человек Который начинал Свою карьеру В качестве Онлайн журналиста Стал супервайзером Детского Евровидения И продюсером Евровидения 2020 И 2021 Вот какой Карьерный лифт Вот какая жизнь В стиле Вау Какая жизнь в стиле Вау Ну понимаешь Ну мы-то родились Чуть попозже Поэтому мы Такую Такой карьер Пэт Нам уже не доступен Мы уже не можем Так легко просто взять И войти в IBU В ту самую дверь Поэтому Потом Начали уже развиваться Другие каналы Если Я правильно помню То уже Там в 11 В 10 В 10 году Слушай Я не помню Заливали ли они полные видео По-моему да Просто я помню Что еще BBC Заливал какие-то Очень странные видео Длиной 2 минуты Которые у меня были доступны Последние минуты Да И В 10-11 годах По-моему так было Но Если я правильно понимаю Чтобы так Чтобы на следующий день После конкурса Прямо Они начали Заливать видео В 2012 Что ли Наверное Я Этот момент Не проверял Ну точно Помнишь Что в 13 Уже точно Что было Но с отвратительным Качеством Да 13 14 Прям Потрачено На самом деле В 14 По-моему даже хуже Чем в 13 В 14 Там есть 1080p Но там звук Прекрасный А в 13 Такое качество Что мамы не горы Причем Первый полуфинал Еще плюс-минут Он 720p Но он плюс-минус Нормально залит То есть это реально 720p А финал Конечно Страшен Да Мне больше нравится Что Вот эта вот Та запись Когда мы тоже Пересматривали В прошлом году С нашими подписчиками Евроидене 2013 Там где момент Где нет Открытки Нидерландов Да Там где сразу На Анук перепрыгивает Чуть-чуть Да С Петром Эда Самое интересное Что они просто взяли И скачали запись Евроидене 2013 С рутрекера Потому что То что валяется На рутрекере Запись Там точно Тот же самый глюк Ратим 1 То есть они просто Скачали с рутрекера Записи закинули На официальный канал Евроидене Ну у них же есть права Почему нет Вот Интересно Вот Но действительно Как ты любишь говорить Где-то наверное по-настоящему Позаботились О О том Чтобы Да Следить за Евроиденем Они в середине Десятых где-то Да То есть они Реально начали Как-то Ну по крайней мере На ютубе нормально Вести канал В пятнадцатом году То есть у них появились Обложки У них появился Какой-то дизайн Какой-то контент План Да То есть Я сейчас смотрю Вот эти все старые Старые видео Которые там Евроидене 2009 Года Десятого Ну тут просто Что получилось То и отправили Ну тут есть запись Репетиции Но вот я сейчас Посмотрю Посмотрю Вот Заливали ли они Вообще Выступление Сразу же После После конкурса И Нет Кажется нет И мне кажется Что на самом деле А нет Они заливали Все-таки Сразу Да Все-таки Сразу Загружали Ну по крайней мере Примерно В год конкурса Ну вот середина Десятых Это наверное Последний момент Когда все еще Существовала Максимальная Свобода СМИ Околоевровизионных Да Которые там И Когда ИБЮ только Начал заниматься Своими официальными Ресурсами И направлять Трафик к себе И тогда Можно было Увидеть Совершенно Какое-то Сумасшедшее Количество Контента По всему Опять же Это то Как там Лайфнюс Выкладывает Как Лазарев Падает на репетиции На первую Уже понятно У них есть Абсолютно Все слитые Куски видео Там где Прессу Пускали Абсолютно На все Репетиции Просто На все Репетиции И Как это работало Пресс-центр Открывался На тот момент Времени В самый Первый день Репетиции То есть Пресса Смысл Потому что Если ты приезжаешь На две недели Полностью Если ты ходишь На все Репетиции То они Проводили Все эти Митинг Грид Сразу И тогда Участников Реально Можно было Выцепить Не на вот эти Вот несчастные Три минуты Которые мы видим А наверное Все-таки Записать Условно Получасовое Интервью Если ты Какой-нибудь Большой Сми Типа Виви Блокс Это действительно Было реально На тот момент Времени Потому что Участников Две недели Много Репетиций Основная Масса Опять же И фанатов Ну зачем Обычным людям Которые хотят Посетить конкурс Там Евродеревня Все дела Зачем им Приезжать Условно говоря В день Первых Репетиций Чтобы что Вот что Они увидят Они ничего не увидят Их никто не пустят Я был в Вене В 2015 году В день Первых Репетиций Ничего не Происходило В городе Ну да В городе были Везде там Поставлены Эти значки Да Что здесь Проходит Евровидение Ну хорошо Замечательно Но кстати Это еще были времена Когда был свободный доступ Знаешь куда На красную ковровую дорожку И насколько я правильно помню 16-й год Это последний раз Когда На открытие Евровидения Могли попасть Абсолютно все То есть если ты просто Если ты фанат конкурса Приехал У тебя просто билеты Да Ты хочешь пойти Если ты хочешь пойти На открытие Пожалуйста Иди То есть там стояли Большие очереди Любой желающий Мог прийти Постоять там И собственно таким образом Я знаю своего знакомого Которого там в 15-м году Выцепил там Морланда Деброс Карлетт У него есть фотографии С ним Просто пришел На ковровую дорожку И они соответственно Проходили Там И любые желающие Могли с ним фотографироваться Если я правильно помню Это тоже начали Прокрывать Вот 16-й год Это последний раз Когда это было И в 17-м году В Киеве Я помню Было по-моему Очень много возмущений Что там Как-то огородили И даже Ты когда смотришь На церемонию Открытия Кажется Ну как-то мало людей Типа где люди Ну потому что Раньше прям Были большие толпы Кто хочет Мог прийти туда И постоять И посмотреть На все это дело Опять же Может быть там В 2000-х Это было как-то иначе И да Просто там Несколько лет Там в середине десятых Так делали У меня нет этой информации Но вот это точно То что в период С 13-го по 16-й год Это точно выглядело Абсолютно так Любой желающий Мог прийти и посмотреть Но с 17-го года Мы видим Что тоже там Доступ перекрывается И туда могут ходить Только аккредитованные люди Ну соответственно Создает больше возможностей Опять же Записать трехминутные интервью И сделать фотографии Но теперь не любой желающий Может сделать фотографии А те у кого есть Пресс-аккредитации Могут сделать фотографии Окей Хорошо И какие-нибудь медиа Типа какой-нибудь там Телеканал Жара Приезжал в 2019-м Тель-Авив Потому что огромное количество Опять же Не так много аккредитаций Раздается людям У которых да Там фанатские медиа Но зато куча аккредитаций Раздается Там национальным медиа Которые Никакого отношения Кевередии не имеют Тоже там Но они тоже Чуть ли не у них Была аккредитация Блин на Евровидение Любой желающий Мог получить Приехать И как бы Фотографироваться С участниками Если пожалуйста Если у тебя есть билеты Как бы вот На Чтобы прилететь Пожалуйста вот Давай Но Все это начало меняться Как бы Да Доступ такой свободный В середине десятых И Расскажешь ли ты Как начали ограничивать Доступ к репетициям Помнишь ли ты Все это делал Ну в подробностях Не особо Но Я помню Что Ну Почему начали ограничивать Я уже Кучу раз сказал Что Чтобы Перетянуть Трафик на себя Чтобы больше людей Смотрели Контент на канале Евровидения Что конечно же Самому Евровидения На руку И бренду Евровидения Тоже на руку Потому что Ну как бы Много людей Идут смотреть Я не знаю Смотрят репетиции Репетиции Закидываются в алгоритм Алгоритм распространяет Он короче Все хорошо В итоге Больше людей Интересуются Евровидением Что Ну Если с такой С точки зрения Посмотреть То Наверное Это хорошо Да Вот Но Насколько я помню Монополизация Была не сразу Все таки В семнадцатом году Точно помню Что Были В интернете Еще Полные записи Репетиции Из зала Пресса Приходила записывала Мне кажется Это началось Чуть попозже Мне кажется Это было уже Где-то Вот Знаешь Какая у них была Изначальная стратегия У них была Изначальная стратегия Мне кажется Конкуренции Потому что Они же В семнадцатом году Придумали историю С тем Чтобы выкладывать Телевизионные Телевизионные Да Я вот хотел Это было Ни у кого Ни у какого Фанатского медиа Не будет Телевизионных Отрывков Конечно Как бы здесь У вас действительно Есть эксклюзивный Контент Вот Но потом Они решили Сделать эксклюзивным Контентом И отрывки Первых репетиций Теперь он Это эксклюзивный Контент для ТикТока В том числе А вот это Мне кажется Плохая идея Ну ладно Потому что Мне кажется Ютуб Все-таки На данный момент Более доступная Платформа Но ладно Но видимо Они решили Завлекать просто Разные целевые Аудитории В том числе Партнерство с ТикТоком Которое наверное Какое-то количество Денег заносит И это тоже Скорее всего Деньги 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 Все купили Сколько это Не пой Как один гость Нашего подкаста Пел Тариф на место Очень дорогой Почти Наверное Некоторые Очень страшные Македонии Я думаю Это правда И я точно помню Что наверное Вот девятнадцатый год Я не помню Начали уже Не ограничивать Там первые рептицы Нет Мне кажется Еще нет В девятнадцатом году Этого особого Не было Всего Но Я помню Что уже тогда Очень многие Стали жаловаться На ограниченный доступ То есть Что уже Стали Мне кажется Первые репетиции Закрыли для пресса Да Где-то вот этот момент Я не помню точно Может в восемнадцатом Мне кажется Все Если я правильно Если меня память не меняет Мне кажется Все-таки Это было восемнадцатый Потому что Я помню В восемнадцатом году Читал во время репетиции Много Впечатлений Именно По картинке Из Пресс-центра Да То есть У них была Трансляция Телекартинки С репетицией Они не могли Ее снимать Конечно Дело Да-да-да Но Просто В чем разница Да Здесь наверное Очень важно Их по-моему Перестали пускать В арену Да Потому что Раньше На первые репетиции На вторые Любой желающий Если есть аккредитация Мог прийти в арену Делать огромное количество Фотографий И снимать Там А вот Я вспомню Как это точно было Изначально Еще в году 2013 Было Так Можно было Снимать весь номер На первой репетиции Можно было От начала до конца Снять на видео Весь номер Выложить его И поэтому Тогда Очень много Было Все эти скандалы Типа Эмили де Форест Храйнова поет Она не выиграет Вот это все Это все было В 2013 году Потом они По-моему Году к 2016 Наверное Они сказали Что это слишком В 2016 еще Можно было Они По-моему Минуту можно было Снимать Ну минут довольно много То есть Минут еще можно снимать Я думаю Там особо Как-то еще На тот момент Никто не жаловался Потому что Да Я тоже помню Что они сначала Ограничения Не полностью Да Сначала Полностью Можно было Потом можно было Минуту снимать Да Потому что Я точно помню Как в 2015 году Я смотрел Репетицию Эдуарда Романюты От Иссиказа От Иссиказа И там были Там была полная запись Я помню Репетицию Чехии Почему-то Чешская Мне попалась На глаза И я посмотрел Ее полностью Каким-то образом Да То есть Все можно было Пожалуйста Все было В открытом доступе Все можно было Снимать Все 3 минуты Потом они сделали Ограничение в минуту Потом они сделали Ограничение в 30 секунд По-моему Это было так Значит где-то Наверное В районе Стокгольма Киева 16-16-е годы Можно было Выкладывать Только минуту А я сейчас Даже забуду Типа вот Например Виви Блокс Давай Напишем Например Поли Генова If love was a crime Rehearsal Например Да Просто Ну Рандомное Я смотрю Dress rehearsal А нет В шестнадцатом году В шестнадцатом году Это Grand Final Это Grand Final Понимаешь Это Grand Final First rehearsal Четыре минуты Длится То есть Мне кажется В шестнадцатом году Ещё можно было Полностью Вот в семнадцатом Они начали ограничивать Давай посмотрим Я просто Пишу Пови Блокс Потому что У них больше всего Например Давай напишем Дехадж Скелетон Что у меня Первое в голову Приходит И вот я смотрю Смотри Second rehearsal Я так понимаю Давали им полностью Снимать Потому что Да Вторую репетицию От начала до конца Можно было снимать Но Что у нас По First rehearsal Надо посмотреть First Вот First rehearsal Тоже Три минуты То есть В семнадцатом году Ещё тоже Можно было снимать Все три минуты Первых репетиций Представляешь Сколько Представляешь Ещё в 2017 году Который мы очень хорошо Помним Уже с первого дня Репетиции Можно было снимать Абсолютно всё И это просто Во-первых Это огромное количество Контента для еврофанов Начнём с этого А во-вторых Это для тех Кто приезжает туда Ой это весь какой-то смысл Ты снимаешь Кучу контента Ты получаешь Кучу трафика Потому что Смотри Вот 60 тысяч Да На выступление А представь Что у тебя Восемь репетиций За день И ты за один день На восемь видео Получаешь по 60 тысяч Просмотров Потому что Все идут Да И там Разные ресурсы С разных ракурсов Снимают Да Там Ви-блог снимает С такой камеры Там какой-нибудь Ойко-таймс Кто сейчас помнит Про это Снимает С другой камеры Был такой ресурс То есть Есть смысл Вообще приезжать Туда как бы Да Вот Это семнадцатый год Давай восемнадцатый Посмотрим Например Эквинокс Не знаю Боунс Рехерсал Интересная у тебя Комбинация Сначала Дихадж Скелетонс Потом Эквинокс Боунс Вот я смотрю Какой-то канал Eurovision Техникалы И Там есть тоже Все Три минуты Первые репетиции Вторая репетиция Точно First Рехерсал Вот мне кажется Что первая репетиция Минута Уже здесь пошла Сейчас Сейчас вот напишу First Давай флэга Флэга Да флэга Точно Мне кажется Все-таки Восемнадцатый Потому что Я не помню Чтобы Кто-то Сливал Полный Вот Смотри Что произошло Да Это точно Восемнадцатый год Потому что В восемнадцатом Году То есть В семнадцатом Году Европейский Печательный Союз Еще Выкладывал Только телевизионные Картинки на канал А в две тысячи Восемнадцатом Году Они стали Грузить первые Репетиции Себе на канал И получать весь Трафик Потому что Они поняли Что если Грузить Что если Всем запретить Снимать первые Репетиции Я так понимаю Они просто Запретили Реально Людям Снимать Первые Репетиции И Стали Выкладывать Там Условно Тридцати Сорока Секундные Отрывки Себе На канал И тогда Пошла Куча Возмущений Потому что Сказали Вы отнимаете У нас Трафик Типа Нафига Нам тогда Приезжать Собственно На первые Репетиции Чтобы Что Потому что По сути Весь Смысл Пресс-центра Свелся К тому Что Люди Теперь Все Что Они Могли Сделать Это Приехать В пресс-центр И смотреть На телевизор Где написано Prohibited To film The screen И как бы И хорошо Допустим И снимать Свои чудесные Пятиминутные Интервью С участниками Там-то Реплей Давай посмотрим 2019 год То есть Вот сейчас Посмотрим Ну понятно First rehearsal Тоже Там 53 секунды Это их Но я вот смотрю Ну это Jury Semifinal Понятно Здесь уже Кто угодно Снимает Это Без проблем Но вот Если например Напишу First rehearsal То есть Где-то Видимо Действительно С 2018 Года Да Никаких Видео С других Каналов Уже нет Все То есть Все Все Начал делать Только официальный Канал То есть И в 17 Год Это последний Раз Когда было Вот такое Счастье Когда Наверное 17 Году Они решили Конкурировать Да То есть У вас Есть Все эти Съемки зала А у нас Есть Соответственно Телевизионная Картинка То в 18 году Они решили Сказать Ха-ха Сейчас мы Произведем Зачистку Да Рейдерский Захват Контента И теперь Все будем Вкладывать Только мы То есть Как бы Это можно Понять С той точки Зрения Того Что Как бы Ну вот Не знаю Они Очень часто Как это Забота Об участниках Да То есть Как-то Мотивирует То что Да Было Такое Точно Помню Что Мол Снизить Давление Вот это Все Если Там Сразу Все Если Сразу Полностью Первые Репетиции Выкладываются То Значит Начинается Какой-то Шквал Критики Непонятный Вот Такое Еще Ничто Не После Бланш Так Подумали Но Как бы С одной Стороны Да Так И Есть На самом деле Мне кажется Что Это В какой-то Степени Только Немножко Помогло Но С другой Стороны Я думаю Что Это Манипуляризировать Контент И как можно Больше Трафика Кучу раз Мы это уже Сказали В этом выпуске Мне кажется Что Кто-то Очень умный Допетрил До того Как пользоваться Социальными Сетями И Такими Интернет Платформами Типа Ютуба Потому что Ну реально Даже в 15 В 15 Году Они реально Первый год Когда они Начали Хоть как-то Обложки Делать Как-то Думать Как Оформлять Это Все Например В 10 Году Они просто Выкладывали Там Видео Выступлений Но просто Подписывали Там Армения Eurovision Song Contest 2010 То есть Ни название Песни Ни исполнителя Вы знаете Что до 2016 года Они не Выкладывали Во-первых Впервые Прямая трансляция Финала Прошла в 2015 году Во-вторых Они до 16 года Не заливали Отдельно Воутинг Не заливали Отдельно Объявления Финалистов То есть Я понимаю В 15 году Стыдно было Заливать Объявления Финалистов Они до 16 года Не заливали Старые песни Практически То есть Они Заливали Отрывки Выступлений Каких-нибудь Там Не знаю Teach in Денида На 40 секунд Но не более То есть Они начали Этим заниматься Только в 16 году И вот там На многих Кстати Выступлениях Старых Относительно Там могут быть Очень старые Выступления Могут быть И там Выступления Какого-нибудь Девятого года То есть Они начали Выкладывать В 16 году И там Как раз таки Обложка Образца 16 года На них Висит И здесь Что самое Интересное Вот такой 19 год То есть Уже Те кто Приезжает Как бы Вот Допустим Мы пресса Мы приехали Уже Возникают вопросы Нафига нам Приезжать на 2 недели То есть Как бы Нас допускают Непонятно В каком момент Уже в зал Допускают Нас хоть В 2 репетиции Разрешают нам Смотреть в зале Сомневаюсь Вот Потому что Телекартинка Да Уже Выкладывается И плюс Действительно Раньше Все-таки Как-то И первая Вторая Репетиция Ну вторая Там что-то Меняется Но все равно Картинка Из зала Ладно Но теперь Зачем кому-то Смотреть на Картинки Из зала Да На видео Из зала Когда тебе дают Телевизионную Картинку На второй Репетиции Смотреть интервью Ходить на Митингрид И это весь контент Который ты можешь И выкладывать Свои обзоры Но в этом и прикол В том Что потом Наступает 2021 год Потому что В 2020 году Конкурса не было И появляется Онлайн пресс-центр И все становится Еще интереснее И это тот момент Когда уже В тот момент Подключаюсь Я У тебя в 2022 году Появилась У меня только В 2021 году Там было одно Отличие В 2021 году У нас была Интересная история В 2021 году У меня была Аккредитация От первого канала На самом деле Там была Такая история Хотя можно было Податься и через Онлайн медиа В итоге через онлайн медиа Было даже быстрее Потому что Первый канал забыл Запросить одобрение Наших аккредитаций И потом у нас был Гневный разговор С представителями Первого канала И нам одобрили Аккредитацию За 20 минут Вот так это работало История заключается в том Что Ну понятно Что огромное количество людей Просто не могло Доехать до конкурса В 2021 году Понятно Коронавирус Все дела И на тот момент Это имело Какой-то смысл Потому что Сначала пресс-центр онлайн Появился у мелодии фестиваля Потом у Евровидения Но они по-разному Были сделаны Но это было Реально прикольно Очень классно сделано То есть Образец там Пресс-центра В 2021-2022 году Он реально очень классный Он делался Не на той же самой платформе Что в 2023 году Это был другой формат И это действительно чувствовалось Как большая Такая социальная платформа Там было мобильное приложение Можно было с участниками Попытаться договориться О встрече Ну для записи интервью Да Да-да-да Там были личные сообщения Там можно было добавлять Других журналистов Личные сообщения Всех кредитованных Там был общий чат И самое интересное В 2021 году То есть по сути Онлайн пресс-центр 2021 год Это то же самое Что если бы ты приехал В Тель-Авив В 2019-м И сидел в пресс-центре Там Потому что Тебе транслировали В телекартинке Абсолютно все репетиции Вообще все Большой вытермарк С большого вытермака Да Но С самого первого дня репетиций Вот с первой репетиции The Rube С дискотекой Первого полуфинала Ты видел телекартинку То есть по сути Ты мог сидеть С утра до ночи Ну потому что Никто тебе не скажет Точное время Там были задержки Были переносы Это вся такое Да, это был стринг Это не было Там не было такого Чтобы ты мог прийти В конце рабочего дня Ты знал примерное время Потому что расписание есть Но оно тоже иногда слетало Да И ты примерно понимал Да, когда Ну как бы они Они как бы обещали Загружать в итоге Репетиции Они не загружали Потому что Как бы Ну запрещено Потому что Все так будут снимать И сливать в интернет Да, поэтому Они не выкладывали Записи репетиции Но они По идее Должны были выкладывать Записи Meet and greet Да, интервьюшек Но с этим были Большие проблемы На это Очень много людей Жаловалось Вот Собственно Что там было еще В пресс-сентр То есть это был Такой большой сайт Прикольный На который ты входишь Где есть большой стрим Где ты можешь сидеть С утра до ночи За всем тем делом Следить Есть большой чат Есть отдельные комнаты Куда ты можешь входить Комнаты с трансляциями Пресс-конференции Где ты можешь задавать вопросы И их реально Тогда на тот момент Ну поскольку Журналистов В Роттердаме было мало Вопросы Там где-то половина Реально была Из онлайна То есть твой вопрос Реально Мне кажется Мои вопросы Некоторые даже задавали Не только Миша Смирнов Из сохранной щечки В 2015 году Но и Роттердам тоже Вот собственно Это тоже Там вопросы То есть Ну если тебя это интересует Там можно было Все это Как бы Все это попадалось Можно было договориться Об интервью Как ты сказал Были личные сообщения То есть реально Был круто Организован сайт Если ты получаешь Ну Офлайн-аккредитацию Малант Опять же Ты мог получить Потому что коронавирус Но онлайн Это прям был Очень классный Экспириенс И ты мог Видеть абсолютно все И я не следил за всем Потому что у меня Там были экзамены Я не мог Просто с утра до ночи Сидеть За этим всем И надо было и работать Тоже экзамены писать Вот Но вот в 22 году Была та же самая история За тем исключением Что они отменили Трансляцию Первых репетиций То есть Они уже не показывали Первые Да только вторые Но все еще показывали вторые Только вторые Ну хорошо Вторые так вторые Замечательно Что они сделали В 23 году Когда уже все Коронавирус Suffered considerably Значит И все желающие Вот с оффлайн Аккредитации Приезжают в пресс-центр Что они сделали Всегда раньше Пресс-центр открывался Типа вот Первый день Первой репетиции Пресс-центр есть Ну как бы вот Начиная с 19 года Он есть в формате Ты сидишь просто в зале И смотришь на картинку С prohibited To film the screen В 23 году Они теперь открывают Пресс-центр За день До церемонии Открытия То есть Вот например В этом году Церемония Открытия Будет 5 мая Пресс-центр Откроется 4 Никакого То есть Не то что Есть смысл Приезжать Даже если ты Приедешь заранее Тебя просто Не пустят Пресс-центр Он закрыт Все потому что Никаких Теперь Они даже Meet and greet Не проводят Ведь в прошлом году Что они сделали Все эти meet and greet У меня с ним Было все скептическое отношение Ровно потому что Мы обсудили с тобой В первой части эпизода А какие вопросы там задают То есть Большинство вопросов Было в духе Это называется Фан-сервис На самом деле Это чисто Фан-сервис Как твои дела Почему ты решила Поучаствовать Давайте поиграем В крестики-нолики Вот в прошлом году С Райлоном И По-моему Кто-то еще был Там вторая ведущая Была Не помню Если AJL Duda Да Наверное Она Ну короче У них было Вот этот Полушоу Когда они Участников После репетиции Звали Там Поболтать И в том числе Они там Играли в игру Они же начали Это с Никит Уториал Ну да Это тоже У Никит Уториал Там было просто Типа Привет Ну вот То же самое Meet and greet Просто только с ней Вот А в прошлом году Они еще там Игры предлагали Всякие Играть Там Попросили Хвостик Единорогу Прикрепить Суть даже В другом В двадцать втором году Meet and greet Еще существовал Как в двадцать первом Да То есть Они делали контент Там с Никит Уториал Еще что-то Я не помню Кто был в двадцать втором году Но все Это еще было Знаешь что Да И двадцать втором год Это первый год К нам появился Тикток Мы надеялись Что мы избавимся От тиктока Но нет Вот В день записи подкаста Объявили Что тикток будет Но Что они сделали В прошлом году Они вообще Поскольку пресс-центр закрыт То есть Еще в двадцать втором году Пресс-центр открыт Люди приезжают Они могут брать интервью И ходить на Meet and Greet Задавать вопросы Теперь пресс-центр закрыт И они вместо Meet and Greet Они их вообще Теперь не проводят Они выкладывают Сессию вопросов в тиктоке О боже мой И собственно Вот этот вот контент С Райлоном на ютуб То есть Они опять же То есть Понимаешь что они сделали В 2017 год Вообще Ну хорошо В 2016 год Все что угодно Любой контент записывайте Фанатские медиа Выкладывайте 2017 Вторые репетиции Смысл теряют Потому что теперь Телекартинка Но окей В 2018 год Теперь на первые репетиции Мы вас не пускаем Мы их будем выкладывать сами В 2019 году Это продолжается В 2021 год Пресс-центр Хорошо Какой-то немножко Откат назад Потому что теперь Можно это все видеть В 2022 году Пресс-центр Ну как бы Чуть меньше контента Да Ну если ты приезжаешь Физит Я не помню Нет Даже по-моему Даже если ты физически Приехал в Турин То все равно Тебе не показывали Первые репетиции Там по-моему Как раз пресс-центр Открылся со вторых репетиций Но ты все еще можешь Ходить на митинг рит И как бы Говорить с участниками А с прошлого года Теперь даже ты Интервьюшки нормально Не запишешь Свои несчастные Пятиминутные И потому что Они даже интервью Отобрали Теперь об этом говорят Теперь они там Создают контент В ТикТок И приглашают Своих приглашенных Там Райлана Делают контент Для Ютуба И все И записывают Свои интервью Выкладывают на Ютуб Потому что Я не вижу Большого смысла Опять же В том что Всех этих интервью Которые выкладываются Потому что на самом деле Все желающие Мне кажется У нас такое огромное количество Интервью есть С этих С припати Записываются И все и так Могут сейчас связаться Записать когда угодно Онлайн интервью Все это и так делают Что приехать в пресс-центр И записывать Эти интервью Как бы Какого-то большого смысла нет Но все равно Этот кусок Все равно Тебя переотнимается И тоже был Монополизирован И Бью И теперь Пресс-центр открывается За день до ковровой дорожки И приезжает Миллиард журналистов Которые Все хотят поболтать И у всех есть Одна минута На участника Вот так Вот такая вот Замечательная история Делаем наши ставки Что будет дальше И как и Бью Еще дальше Ограничить доступ к контенту Потому что Сейчас мы не видим То есть теперь Нет телевизионной картинки Ни первой Ни второй Репетиции Даже если В онлайн пресс-центре То есть В 2021 И ну ладно В 2022 году Еще тоже Онлайн пресс-центре Еще была суть В прошлом году Они его еще и перенесли На другой сайт В нем теперь нет Никакого смысла Ты видишь только Генеральные репетиции То есть Суть остается в чем Если бы мы Например Не поехали в Ливерпуль Или если Ой, господи Не в Ливерпуль Я еще в прошлом году Живу в Мальме То мы бы сидели Ты бы не сидел Ты не любишь Это дело делать Но я бы сидел И смотрел Генеральные репетиции Проблема в том Что в этом году Мы идем на генеральные репетиции В зал Поэтому Зачем нам их смотреть Бо телевидению Да На На Сайте пресс-центра Поэтому Никакого смысла В онлайн пресс-аккредитации Которую они даже придумали Теперь особо нет То есть В чем теперь смысл Вообще пресс-центра Хороший вопрос То есть Весь Как бы Ну А там В прошлом году Не было Все-таки возможности Как-то быстро Какой-то таймслот Завить Ну вот есть возможность В субботу Для интервью С участниками В субботу Воскресенье Понедельник Там среда Пятница Наверное Какие-то такие возможности есть Но в целом В остальном Это сильно меньше В это время Это уже генеральные репетиции Конечно Это в тысячу раз меньше времени В тысячу раз меньше времени Для фанатских медиа Возможность что-то сделать Поэтому Теперь Этого всего нет Вопрос Который Из этого всего следует Это хорошо Что я бы все это забрало Или если честно Вот конкретно нам Если честно Вот лично мне Не жарко Не холодно Потому что в самом начале Мы с тобой обозначили Что наш с тобой подкаст Не про это И мы делаем Как бы Мы от этой потери контента Как бы Мы другие вещи обсуждаем Да Поэтому Мы не снимаем реакции Да И мы как-то Нам особо В принципе Нет Кстати я вспоминаю На самом деле Когда мы в прошлом году Делали стрим Потому что в этом году У нас тоже будут всякие стримы Во время евро недели Но Я читал же правила Да И Там говорилось О том что Те кто приезжают В пресс-центр На евроэтний У кого есть доступ В пресс-центр И если они Обозревают Все эти штуки Они по-моему Не имеют права Прикручивать Донат бар И Получать донаты То есть Если ты как бы Если ты зовешь Кого-то подписываться Там на Buy me coffee Что-нибудь типа такого Или там Патреон boost Пожалуйста Окей Хорошо Но вообще По-моему Все эти донаты Это все было Не очень разрешено По-моему У нас был донат бар То есть Нам можно было Кинуть донат На самом деле Мы же такое делали Но мы не находились В пресс-центре Да Как бы Это другой вопрос Но вообще По-моему Они запрещают Еще и это делать То есть Ты даже То есть Их позиция заключается в том Что делая контент На Евровидении Ты не имеешь права Зарабатывать на этом И это совсем уже Какая-то дичь Потому что А как тогда выживать То есть Фанатские медиа Еще и не могут Зарабатывать на Евровидении То есть Весь заработок Должен идти только в ИБИУ Сложный вопрос Потому что С одной стороны Мы наверное Все хотим Чтобы конкурс развивался И У него были ресурсы На свое развитие Но С другой стороны На мой взгляд Монополия Это очень Плохая Настройная игра И Монополия Это очень Обожаю Монополию Если честно Как настройную игру Терпеть не могу Но Монополия На какой-то Ресурс На какой-то В том числе Медиа ресурс Мне кажется В какой-то момент Может привести К чему-то нехорошему Сложно сказать К чему именно Потому что Пока что Вроде все нормально Но как минимум К тому что Многие люди Для которых Евровидение Это часть их Заработка Часть их работы Они могут потерять Возможность Заниматься То чем они любят И при этом Получать от этого Какие-то Деньги Это грустно Но с другой стороны Если ты Не знаю Если ты Журналист Который В том числе Очень много Работает С Евровидением То Даже несмотря на Такие ограничения Ну Хочешь жить Умей вертеться И возможно Просто Такой Я не знаю Возможно Это просто такая Возможность Как немножко Перепрофилироваться И Обозревать Продолжать обозревать Евровидение Но просто В каком-то Другом Ключе Я понимаю Что конечно Круто Ездить На Евровидении И ходить На репетиции Но Ну блин То есть С одной стороны У меня очень скептическое Отношение Ко всему контенту Который производится Фанатский медиа Но с другой стороны Я понимаю Что EBU Для многих Закрывает Возможность Как-то Монетизировать Все это дело И Конечно Можно сказать Как бы EBU Наверное Как бы Понимаешь Нельзя сказать Что они Они имеют право Все это дело Делать И возможно В какой-то стороне Как бы Они говорят Ну ребята У вас есть куча припати Которые вообще Нам никак не регулируются Есть национальный отбор Ходите туда Снимайте кучу вещей Там Все интервью Можете по интернету записать Никто это никак не ограничивает Но это невозможно ограничить Да Все это делается Количество припати Просто По экспоненте растет Совершенно Помнишь По-моему Заявляли Что будет греческая припати В этом году И где она Вот В прошлом году Была польская припати Кстати Довольно крупная Мне кажется Там стран 20 было И где она в этом году Ее нет Вот Как-то Что-то Short lift Немножко получается Про Ригу Вспоминать не будем Вот Суть в том Что наверное Как бы Здесь тоже можно сказать Ну у вас есть все Эти альтернативы Плюс вы можете записывать Какой-то другой контент Можете попробовать Там Можете про что-то Другое поговорить Например Как подкаст Welcome Europe Да Что-нибудь подобное Придумать Вот Но Не все стремятся Именно в этом направлении Иногда Все равно здесь продолжаются Там фанатские интервьюшки С участниками И как бы Если ты приезжаешь Просто Стеряется сам смысл Всех вот этих вот Историй С С С С доступом К Скажем так К пресс-центр То есть Давай скажем Там Не думаю Большой секрет Уже все давно знают Что мы едем в этом году На евро И в любом случае Как бы Поскольку мы там будем находиться Мы сможем сделать большое Независимо от того Будет у нас Офлайн аккредитации Не будет Мы все равно сможем сделать Большое количество контента Потому что Камон Мы побываем в евро-деревне Мы побываем в куче локаций На куче мероприятий Мы сможем описать Свои эмоции от этого И как бы мы Все равно Есть куча возможностей Что рассказать Да Про атмосферу Там Для этого совершенно Не обязательно ходить В Мальме арену Тем более Мы все равно пойдем в Мальме арену Побываем там на шоу И потом оттуда выйдем И можем рассказать наши эмоции Да Как бы Никакой проблемы с этим нет Для меня лично Наверное Самый большой смысл в том Что вот мы подались на аккредитацию Самый большой смысл в том Что мы ее получим Для меня лично В пресс-центре классно То есть Для меня всегда была мечта Побывать там Именно знаешь Во время шоу Потому что мы же все равно Не идем на живые шоу Мы идем на репетиции Да Потому что Ну живое шоу Как-то хочется по телевизору посмотреть И уже со всеми там приколюхами И для меня всегда Это была наверное мечта Побывать там Потому что мне кажется Блин это классно Потому что там сидят Не просто Не простые Не фанаты Да Даже не просто фанаты евро И даже не казуальные зрители А люди которые как-то С этим серьезно вовлечены Все сидят С своими ноутбуками Все что-то печатают Все что-то смотрят Какой-то такой штаб Я не знаю Да получается Какое-то Очень классное рабочее место Где все вовлечены В то что происходит И там какая-то Невероятная атмосфера И на выступлениях И на результатах И как-то вот С этой точки зрения Мне хочется Побывать там Ну вот не знаю На самом деле Я единственное что я прям видел Из пресс-центра Во время шоу Я помню как-то В 2017 году наткнулся На реакцию Виви Блокс Ну некоторых людей Виви Блокс На результаты Полуфиналов Когда они прям сидели Во время полуфиналов Как-то это выглядело Они вот Мне наоборот Не прикольно То что Они сидят все В ноутбуках Что-то печатают Одновременно С результатами Мне показалось Что это как-то Ну я бы не хотел Так я бы не хотел Я бы хотел Сосредоточиться на шоу То есть я бы хотел Просто уткнуться в экран И просто таки Вот как не знаю Ну может быть В этом как раз Наша разница Потому что я Как раз смотрю Генеральные репетиции Вижу все заранее И уже в день Ну потому что Я все равно Как бы я не могу Все равно Всегда просто Насаждаться шоу Потому что я знаю Что кому-то все равно Надо во время трансляции Нажимать на кнопку Опубликовать запись В телеграме и в ВК Чтобы появились записи С картинками Потому что обычно Это делаю я Вот У нас Их заготавливает Большая команда Но обычно я не против того Что-то Ну потому что Просто нажать на кнопку Я не против Нажать на кнопку Во время открытки Вот Иногда я забываю Это сделать Иногда я отхожу в туалет И такой Господи Там уже половина Песни Албании В прошлом году Было так И я такой Блин Пост про Альбину Кельменди Приказал долго жить Вот Куда-то он делся Его сдуло Да И во время результатов Тоже такой Ну вообще-то Надо Когда Закончилось Объявление результатов Надо запостить Кто вышел в финал Или там Хотя бы Я не постю Там каждый Знаешь Результаты каждой страны Но там когда Раньше по-моему В Вконтакте Вовке Постились После каждой страны Точно помню 8-10-12 баллов Когда еще были Так делалось Да Ребятами Но я считаю Что это совсем дичь Как бы Это не наслаждение Поэтому я обычно делаю Что я смотрю шоу Ну как бы Мы смотрим На большом экране А я У меня просто Параллельно включена Трансляция Во-первых на компьютере А еще и на телефоне Я просто на телефоне Делаю скриншот Знаешь Когда они там делают Обычно Условно после десятой страны Небольшой перерывчик Да На голосовании Я делаю скриншот Выкладываю там Результаты после десяти стран Нормально Что типа такого Ну то есть как бы Я все равно привык К тому что мне приходится Это делать Я уже смирился С этим давным-давно Поэтому Наверное у меня Какое-то смирение Уже произошло Что этот контент Приходится производить В стадии принятия Да Поэтому Ну конечно я был бы рад Если бы была возможность На кого его скинуть Вот Приходите Приходите к нам Если у вас есть желание Вот Как бы Вот такой набор Поработать за бесплатно Поработать за бесплатно Да Ну как бы Поработать за бесплатно Но вы будете чувствовать Свою принадлежность К чему-то Вот Вы будете чувствовать Как власть Власть Какой смешной пост На первое апреля И возможность Манипулировать Сознанием людей Конечно же Да И конечно Если вы вдруг Доедете до Евровидения То Ну Есть возможность Получить аккредитацию Но мы еще не знаем Получим Ну в смысле Понятно что мы получим Онлайн-аккредитацию Оффлайн Хороший вопрос Вот Но будем надеяться Будем держать кулачки Ну в том плане Если мы ее не получим Если честно Ну Не знаю Наверное Чуть-чуть расстроюсь Но Не сильно Если честно Вот как бы Потому что мне кажется Все равно В Мальмо будет чем заняться Если честно Да Там столько всего происходит То есть даже если Тебе нет аккредитации Все равно Даже если ты производишь контент Камон Есть столько вещей О которых можно рассказать Понимаешь вот в этом и прикол В том что если бы Знаешь если бы вот Раньше был открыт пресс-центр Понимаешь Можно было одну неделю Когда еще фанаты Не приехали Реально Потусоваться Побрать Там брать интервью Делать стримы Там быть в пресс-центре И у тебя еще остается Куча времени Чтобы исследовать город Съездить в соседние места А на евро неделе Ты можешь реально С фанатами тусоваться Ходить там В евродеревню Там Вивиджем Как он тебя не организовывает Реально как-то Ну и потом сходить На этот На пресс-конференцию После объявления финалистов Это прикольная штука Мне кажется Но сейчас в итоге Остается меньше времени Как-то все это более компактно И Боишься что все это вместе Уместить не получится Вот Ну Посмотрим Ты был на евровидении Я еще не был на евровидении Никогда Все впереди Поэтому Посмотрим как получится Может Я надеюсь Первый блин будет никомом Так что Узнайте Что у нас получится С контента Совсем скоро Вот Так что я надеюсь Что такие интересные инсайды В мир Медиа И наш экспириенс И то как ИБЮ отжимало И продолжает отжимать И наверное еще будет Отжимать контент Надеюсь Это вам было интересно Послушать Если у вас есть Если есть какие-то еще вопросы Наверное Пишите комментарии Нам нравится коммуницировать В ютубе Да мы любим отвечать На комментарии в ютубе Поэтому Мы очень часто На них отвечаем Конечно Ну ладно Пишите нам В дискорде Кстати мы чаще отвечаем Поэтому приходите В сервер в дискорде И кстати в дискорде Если вы дослушали нас До вот этого момента То наверное Если вы слушаете нас На неделе выпуска Этого подкаста Точнее в пятницу Или в субботу То в воскресенье Вы можете прийти к нам В сервер в дискорде И у нас будет финал Нашего симулятора Евровизния Welcome Europe you decide А в субботу вечера Мы будем смотреть Мультипликационный шедевр Да Но только с патронами Только с патронами У вас есть время Подписаться Хотя бы на один месяц Потом можете отписаться Да Но Очень многие так и делают Ты знаешь Обычно всегда тоже Мне кажется Вот я говорю В прошлом году По-моему на финале К моменту финала Евро Было что ли Типа может быть Восемь тысяч подписчиков В канале Телеграм Сейчас Шесть-семьсот Но это неплохо То есть как бы Это норм Так что я прогнозирую Что в этом году Будет наверное Девять на финале Что-нибудь типа такого Обычно активно люди Подписываются Прям на Евро Недели Там типа По четыреста человек За день приходит Что-то типа такого Потом конечно Многие отписываются Но не все То есть каждым годом Подписчиков все больше Больше и больше Так что Может быть через года Два Перешагнем за 10 тысяч человек Будет очень приятно Вот так мы сегодня Замечательно поговорили Про монополизацию Медиа контента Европейским Мечательным союзом Покритиковали ЭБИЮ Хотя тоже задали вопросы Насколько Сколько контент актуален Который производится Не ЭБИЮ Насколько актуален Контент Который производится ЭБИЮ Очень поговорили О тонкостях нашей работы Насколько актуален Контент Который производим мы Да Например ТикТоке Кто-то производил Не так давно еще Про это Мы не разговариваем В этом подкасте Мы разговариваем В этом подкасте Про конкурс Песни и Поведения А в других подкастах Своих о чем ты разговариваем? Хороший вопрос. Ну, про это как-нибудь расскажу широкой публике в ближайшее время. Если кому-то интересно. Но в самое ближайшее время мы расскажем широкой публике средства поддержки. Да. Вы можете подписаться на... Мы это уже говорили много раз, потому что мы независимы о медиа. И, возможно, нам даже не дадут пресс-аккредитацию. Кто знает. Нам дадут пресс-аккредитацию? Вопрос онлайн или оффлайн? Ну, оффлайн. Ну, а онлайн зачем онлайн? Что это? Мы же в выпуске уже говорили, что... Да что мы идем и так на генеральные репетиции. Ну, как минимум финал. Я иду на финал, ты там... Я же на первый полуфинал идут. Ну, вот. Поддержите нас, пожалуйста. Чтобы у нас были деньги на... Я любил раньше шутить про кефир за 2 евро, хотя он на самом деле очень честно немножко упал в цене, благо. До евро 60, по-моему, что такое. За литр. Или евро 40. Вот. Чтобы у меня была возможность покупать себе этот чудесный кефир. Я не пью кефир, я не знаю, сколько стоит кефир, поэтому... Sorry. Мне не кажется, что в австралии не так понятия. Я знаю, что Starbucks подорожал, поэтому... Ты часто ходишь в Starbucks до сих пор? Я не очень часто хожу в Starbucks, но он подорожал. Вот, что я могу сказать. Он всегда был дороже, чем... Я тебе больше скажу. Я офигел, когда я проверил Starbucks шведский и Starbucks австрийский, и я узнал, что Швеция вообще сильно дороже Австрии, скажем так. И Starbucks в Стокгольме был дешевле, чем Вене. И я такой... Что это такое? И я все равно не пошел в шведский Starbucks, потому что мне не начислят мои бонусные звезды. А я люблю ходить в Starbucks и получать бонусные звезды. А я не хожу в Starbucks. Я жил раньше в стране, в которой нет Starbucks, и сейчас живу в стране, в которой нет Starbucks. Ты живешь в стране, в которой есть лучшая реклама KFC? Да. И в которой есть в KFC есть Евровидение Бокс, или как он там называется? Евровидение Комбо, по-моему. Евровидение Комбо. Напишите, есть ли у вас в стране в KFC Евровидение Комбо? Ну, оно было только в мае, понятное дело. Не сейчас. Ну, мы его видели раньше. А в этом году, кстати, не получится у меня проверить. Потому что оно было только на Евро-неделе. Вот в этом году на Евро-неделе я не буду в Литве. Ну, зато мы будем в Швеции, и мы можем там проверить. Да, можем так проверить, кстати. И там Евровидение Комбо. Я могу сказать, что в одном ресторане, который был... Ну, я не был в этом ресторане, я был рядышком, и там, по-моему, было мело-комбо, что-то типа такого. Мело-меню точно продавалось в каком-то шведском ресторане. Ладно, какое-то длинное аутро. Всем спасибо. Встретимся на следующей неделе. Хорошего вам настроения, здоровья, счастья, благополучия. Спасибо вам за работающий подкаст. Пока-пока.